или негодно и радио глобальный макар привет всем здорогие друзья всем привет и с вами илья мамаев цельнозор роман жением макаров до жени макаров глобальный вопрос роман в общем нас трое и мы все сегодня с вами друзья мы сегодня настроены потому что мы банда друзья у нас сегодня тема будет разная но мы так и написали мышь как бы вроде бы не проводили стрим субботу до воскресенье сделал маленький стрим розыгрыш кстати дорогие друзья вот человек почему-то не выходит на связь я ему написал но ответа нет как ни странно вы кстати можете проверить его как говорится google почту вот она есть он ее оставлял под тем видео где надо было оставить но он почему-то не выходит и так дорогие друзья я сейчас включаю демонстрацию экрана чтоб транслировалась и уже не так ну вроде бы вот так как-то должно быть я не знаю как она будет уже не видно нормально не нормально нормально еще стоит проверить и у или и как идет у ильи не идет ничего ли не идет но вот не выходит каменный цветок как говорится но сегодня мы посмотрим вот то что было в группе у меня выложено группа канал глобальный вопрос в к значит елена ветрова выложила такие фотографии типа железная дорога начала 20 века да как я понял 1908 1913 это скорее всего выложено наверняка как строительство железной дороги но насколько мы с вами видим у нас не строительство идет а раскопки железной дороги и посмотрите какой высоты грунт то есть на какой глубине залегают рельсы как мы видим да очень интересно а что же это так вдруг вот вам и амурская строительная железная дорога строительство как мы видим слева справа у нас валуны лежат но валуны вы думаете это камни я думаю что это куски бетона сломанного да всем привет всем салют дорогие друзья вот так это у нас еще выглядит посмотрите вот так выглядят камушки но опять же что мы видим или вообще редкий лев с такой ром я да я конечно хреновый строитель вот ни разу не строитель начата впервые вижу чтобы железную дорогу копали они насыпали обычно насыпь делают но вы не не заливала ничего потому что иначе замучиваешься дренаж делать а тут копают причем в обе стороны я понимаете склон срезают с одной стороны либо чет не понимаю тупой юрист поясните мне да что тут пояснять действительно железная дорога устанавливается на насыпи и до сих пор не изменился не изменилось не изменился вернее вид установки рельс до сих пор также точно делают как и раньше а это откоп может изобрели какую-нибудь воздушную подушку чтобы там не смывала чтобы там не не вело эту нас и прям провалов не было грунта и прочим мало ли я не специалист давайте инженера пригласим вдруг действительно когда-то проще было копать а сейчас вот что-то здорово на насыпи делают потом еще трехслойные многослойные но непонятно как проще когда было проще копать когда зачем вообще это трудоемкость процесса повышается в разы просто если уже допустим найти готовые какие-то холмы их можно допустим соединить выровнять да это проще чем копать и зачем чему я уже поражение выказывать потому что налетела куча тролли как видео про артиллерию крайне вот наше видео вы кто какое вас образование это разве важно многие пишут вот видео от маргинала который нам указывает как жить типа такое вот в общем тролли куча налетела говорю что без образования не имеешь права ничего говорить знаешь а у меня уже сомневаюсь причем вообще тут образование какое-либо какие-то допустим но человек образованный историк ну дальше что образованный или наученный и же не образованными а учеными называют то есть наученными и повторять как попугай чужие данные да по-русски это символ уменьшения да уменьшение у это сужение у да она как вниз идет ровно то есть наверху многое потом идет вниз уменьшение ну да это понятно ученые то есть чин у них меньше ученый то есть понятно что у них как раз таки наоборот этимологии слова если чем перед перед ним преклоняемся ученые-то научены вообще уменьшенный мозг образованный статус а всех так приучили вот всех начиная с там начиная чуть ли не с пеленок да что ученый это просто чуть ли не бог вообще божок такой или бог там как все всех с ног на голодок ромал дурак у нас не умный человек на самом деле двойной рада карьера карьер то есть это это вот провал вниз вообще-то карьер но надо делать карьеру то есть это куда развитие надо проваливаться согласен извиняюсь возвращаемся к приветству дариуса приветствую макса бондаренко андрей акимов андрей сергей киктев павел чернышов всех приветствую страшила тем более приветствую так ребят я вот хочу за что сказать ну раз мы вначале может потихоньку будем раскачиваться то есть у нас есть начало пик и спады время пол двенадцатого почти нормально всем полуночникам привет мы возмещаем как говорится утраченное то есть субботу стрима не было вот давайте будем считать это субботним стримом у нас же все равно когда проснулся тогда и доброе утро вот что хочу сказать по поводу конкурса человек выиграл уже видеокарту федор горбачёв друг но отзовитесь пожалуйста вот смотрите чтобы не было ничего видите и как там хибио атом 74 джимал точка ком смотрите вот ветер сейчас на виду хибио атом 74 собака джимал точка ком ответа человека нет до сих пор над я даже не знаю что как рамда что если ты сам сам себе подарил твой да кому это фигня нужно ладно я понял ну да зовёмся давайте позовем не ну вне зачем просто насчет реел елочка зажмите зажгись не ну действительно просто вот федор горбачёв отзовитесь пожалуйста потому что я не знаю что теперь делать и ответа я позовем поехали давай едем дальше вот такая же тема пожалуйста ну так действительно ну так действительно никто не ложит рельсы я вот сколько лазил по мостам по старым то есть был на туапсинской железной дороге то есть туапсинка да которая идет скажем армавир ставрополь да там мосты там все насыпи именно насыпи я прекрасно по этой насыпи ехал на машине кстати я фиг знает куда уехал по полям ну то есть вот я ехал именно по насыпи от этой железной старой дороги меня радуют насыпи вот в бангладеш в индии я специально не покупал на просил купить не на самолет билеты вот до даки от рукора до даки то есть от места строительства аэс до этого когда у дома ездил там прочее летал там раз три месяца мне оплачивали так я на на поезде специально и вот насыпи 12-15 метров а до потопа это было еще выше то есть там разливы рек все прочее там огромные насыпи говорят что это все построили британцы в девятнадцатом веке вот сопоставимый объем и извини вот с одной насыпи только вглубь мы объем грунта вынимали 12 экскаваторов 20 машин даже больше вот там с одного на другой то есть обычно один экскаватор на три машина но у нас но иные были пропорции неважно вглубь 12 метров и в ширину вот как это насыпь а в длину где-то 50 метров месяц копали месяц я не знаю какой там объем земли месяц такое же насыпать это наверное еще тяжелее потому что нужно утрамбовывать и просто копать а там видишь у нас рельс земли уходят и ну 700 километров а тут еще помимо глины я тупой геодезист вообще не ни разу не геодезист тупой юрист но обычно как вот я бы строил дорогу я бы сначала разметил копать туда и постепенно слоями снимал а тут такое впечатление что вот копают рельс откапывают куда они повернут там они раскапывают вот мне пишут или что такая логика примерно так вот я это вижу смотри она особенно было видно классно предыдущие фотки если можно верни это очень мне тут посоле что четко видно да вот куда лисы идут там они раскапывают все писали типа это не похоже на откапывание а на что же это похоже друзья как раз на откапывание еще как по ребят давайте определимся если бы по этой тайге фигачили рельсы максимум что они должны были сделать это просто выровнять то есть сделать горизонтальную площадку а они что делают они копают они углубляются опять же я тупой юрист да по-моему в процессе строительства железной дороги рельсы кладут в последнюю очередь а тут мы видим уже по ним везут землю причем постоянные рельсы такие прикольные не хилл я бы не сказал что они кстати новыми выглядят но тут видишь смысл какой укладка рельс допустим мое мнение почему у нас стояли те мосты которые называют виадуки аквадуки ребят вы как хотите их называете это мосты для железных дорог для ну не знаю поездов паровозов как хотите это называйте почему они так сделаны тем более в разных местах разная насыпь то есть разной высоты нас для железной дороги почему на одном уровне было же даже так здорово максимально ровненько все было горизонтально плюс помни что старые рельсы которые называют дореволюционными они не ржавели а сейчас ржавеют приветствую рома ольга литвиненко ром верни пожалуйста маленькую фотку где вдали была какая-то черная штука вот эту машина да что это за нло там верандочка ротон дачка деревянная нормально так в общем а вот тут вообще конкретно видно вот действительно вот просто откапывают причем они смотрите что еще здесь показано что они сначала копают вот этот маленький участок откапывают да и потом уже так о она тут идет а потом расширяют края смотри тихо это называется идти тихой сапой это сначала идет один человек да копает потом за ним два которые расширяют потом 3 это называется тихой сапой копать вот это такое выражение есть можете погуглить да и тут явно это видно что идет расширить то есть не сразу копают по всей ширине а идет расширение знаете мне что интересует а что здесь делают дамочки в шляпочках ну как что позируют они тоже копают ну наверное как интересно обслуживают копырей елки-по-вот ну может быть да извините друзья мне кажется что всех бросили типа на все на фронт разнаряда это не профессиональные люди извини ром да не ничё пока начинаем вот мы захочем поздороваться ребята заздороваются дмитрий чаннл привет пишет из новополоцка приветствую дальше мабаз привет от бабушки еги привет вот такая вот тема у нас получается сейчас тоже поприветствует своих молот великана привет наконец-то ты добрался до стримов а также мечтариум твистер и все 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 остальные у нас я так понимаю у нас новый новый товарищ атме у него такой ник атме атме ну атма это кстати говоря санскрит между прочим между прочим санскрит атма цельнозор привет тоже тебе ты пишешь вот видимо наш постоянный зритель видимо ты тоже тут пишешь привет так есть такой иногда заходит иногда заходит да все успевает и написать и рассказать давайте продолжим я когда давать продолжим могу быть в двух местах одновременно это хорошо молодец одной ногой в коридоре другой в комнате друзья я тоже с вами здоровый здоровый со зрителями ежене макарова так что у нас идет дальше так но я увеличил смотрите можно сказать что это опять же это смесь это смесь глина песок камни там остатки бетона в общем все что у нас происходит вообще ребят у нас нет ни одной фотографии именно строительства у нас есть фотографии либо реконструкция либо некое такое вот восстановление либо вообще демонтаж а строительство нет нигде вот тоже самое мы сейчас наблюдаем на этой картинке на этой фотографии но откапывают ребята делают так чтобы он мог пройти паровозик так же не это вы отправили или кто это я отправил потом можешь ее параллельно открыть как раз для того что из чего делались каменные дамы каменные улицы я тоже да потом мы посмотрим а тут пока вы давай посмотрим здесь до ату а тут покатываем посмотрим здесь классно сказал так вот на первый взгляд сколько здесь метров глины вот до этой дороге которую откопали 4 где-то с чем-то минимум если учесть что вы же ждете где-то метр семьдесят будет но посчитаем 340 4 с копейками 5 5 метров уместится только так нормально друзья до 5 метров уже глины и добавим метра два три четыре неизвестно какой высоты была насыпь и конечно же лесов 0 вообще просто шаром покатить нету нету ничьи часть вот в линии видимо там вообще разнородная фигня всякой все это пропитано глиной все что угодно сервису данного и опять видите они раскоп делают глубь маленький такой раскопик вот они докопались до рельсов и понесло а что им мешало просто брать и сверху все копать как вы думаете вот как то странно так я еще и говорю да размечают а потом снимают по слоям и потом только заполняют чем-то еще чтобы сдемпфировать всякие там ползучести все прочее как это называется потому что при зимних температурах промерзание происходит утягивает но чтобы не утягивала ничего не вспучилась пучинистость называется пучинистые грунты в сибири однозначно пучинистые из-за влаги из-за всего прочего делают потом дренаж насыпи и все прочее так потом шпалы рельсы и все остальное а сейчас вот что-то мы видим обратно процесс а кого и мы сразу видим шпалы каким байер арт перспективу учитывайте а что тут не так с перспективы вот посмотрите вот вам перспектива ведь что внутри что кошмар просто как будто ну да то есть а перспективу учитывать да как раз если его туда тащить этого человечка вдаль то тут метров то еще больше получится да так что вы правильно замену я вот по вот это место смотрел то есть вот где он стоит вот вот оно место нет это смотри он вдали как бы самый дальний объект такой чувак в кепочке смотри какой маленький сравним застрелен на 1 давайте дальше ну да да то есть получится здесь у друзья метров восемь ну ладно их вот попросили транспорт открыть вот открываем транспорт строительства то же самое что же самое выковыриваем вставляем чтоб типа не обвалилась опор делаем тоже глина грязь ребят водичкой опять раскопки водички сколько он но это вообще какая-то шутка наверное природы как можно ездить по таким этим дохлым досочкам понимаю вообще достаточно конечно весело все это делается да возможно короче поднимали рельсы вставляли новые брусья естественно при потопе засыпи глиной было и вода и что могло произойти сколько лет она находилась под землей да нет вот тут вот именно похоже строительство то что ничего не раскапывают ничего раскапывать да тут взяли рельсы положили на хрен на что попало временно такой вариант это как это вот эта реальность а вот это раскоп вот она вот тут раскапывают смотрите и и шпалы другие рельсы во внутри внутри под земли заканчивается под землю и где отвалы грунта спрашивают интересуются еще расстояние между рельсами ширина здесь больше там меньше какие-то там маленькие ушка коллег и на узкоколейки они-то тоже по европе как бы были тоже как ни странно у нас такие более широкие рельсы я все жалею у нас где я отдыхал за летом до ярославского власти то вот он хороший уж коллег было и убрали потом разворовали все там назад 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 потому что вот это строительство это я а вот замечательный мостик посчитайте количество пролетов до порядочно и длина одного пролета я полагаю не меньше 200 метров это сопоставимо с аркой сейчас крымского моста вот этого но эту арку ставили ну вот так вот в готовом виде после сборки очень очень таким огромным краном гидравлическим это первое второе вот эти вот это как мост был в ладыш я сделал видео рекомендую на канале посмотреть там через реку ганг 18 пролетов каждый вот такой же где-то метров по 200 и у них гранитный опор гранитный карл вот эти вот каким местом говорят что 900 до 10 год 910 ни одной фотки строительства ни одной там и нигде еще найдем то табличка стоит что какая-то английская компания построила блин как карл как-то пролетов тебя там ты утка табличку хорошо показал да потом точно показывал там какие-то башенка куда какую-то странную она рядом буквально с этим мостом и и я во первых вокзальчик станция такая же как и по россии из такой же кирпича один в один там соли сходы и все прочее и там написано что там какое-то сигнальное помещение какое-то называется тогда то есть оно сейчас не используется но она возле действительно и там какие-то странные арматуры то есть как будто какое-то оборудование было и соответственно и шпалы железные иногда такое количество железа на мост не привести с англии вот никак особенно в то время которое строили это до четырнадцатого года это как раз к войне все готовились и война собственно сама была и не до строительства мостов а такое ощущение что англичане вот не к войне готовились там не линкоры строили а именно вот мосты строили ну вот давайте на эту фотку посмотрим тут короче косяков целая куча ну да понятно они досыпки делали да но мост на самом деле он не заканчивается арка должна была быть открыта явно он был выше плюс ко всему вот этот пролет пролет был совершенно другим это уже действительно вот ну как бы реставрировали как настоящему я настоящий мост снесло взрывом а это сделали хрень какую-то потому что вот эти быки по краям остались оригинальные да вот тут поставили здесь и арочный пролет да 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 потому что все все строили в том виде с этими заклепками которые сейчас секрет утерян неизвестно как их делать вместо сварки они надежнее чем сварка кстати надежнее так ну давайте дальше пойдем тоже с лошадками блин по высокотехнологичным для той того времени учитывая вот насколько люди как бы отходили после вот этих всех катастроф да и все что у них было в помощи в основном это лошади да я так понимаю нет ну хотя в это время она то и трактора были все это дело были но тем не менее прибегали к помощи лошадей ровно тебе братья обрати внимание друзья обратите внимание но вот этот странно белое пятно что здесь закрасили что здесь затерли закрасили это не это не дым это генери не то рень какая-то это вот реально просто вырезали буквально вот что-то да вот смотри какая-то тема а ну давай потом как засветили на при проявлении а попробуй к чё не работай пока у поколдовать да вдруг я мне тут изменить с помощью что туман так не идет и явно он обтекает вот мужика этого в крышке еще кусочек там справа видишь да там еще сейчас посмотрим попробуем ее затемнить немножко может мы что-нибудь обнаружим здесь контрастность чуть повысим четкости дадим деталей побольше вот смотри что получается вот здесь что-то видно вот смотри пал палки вот тут что-то было смотри так вот бревно лежала но тут что-то вот квадратная какая-то фигня и справа тоже как фигня там и тут вот что-то за мыши кто-то замыли вопрос что но вот вот чуть-чуть добавляешь вырисовываться какие-то прямые линии вот они давай сейчас немножко увеличим прямо да вот вдали за этим чуваком чет прям вот видишь вот прямые линии вот они какие-то и тут что-то замазано прям какие-то эти металлические сооружение со устройства какие-то какие тут смотри круглые детали а это же на как да правда что это просто вагонетка это не такая вагонетка как вот это что-то немножко или такая же когда она более обтекаемо смотрится нежели вот это ерунда ладно не будем пока в общем там что-то было 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 интересно давай дальше родная анунаки затерли пишет смотри какая глиняная горка да да много таких у нас такие горы у нас глина покрытая вот уже как бы травой такие кустики растут но это глина как не крути глиняный песок кстати песок не очень я бы сказал хороший для кладки он садится он усаживается так что только за месяц замешаешь опять мешать надо то есть неудобный потому что много глины в нем вот допустим как это смотри твистер пишет это дымники против комаров ну какой-то странный дым твистер что-то да всякое может быть ребят мы не уважаем какую-то а вот это уже вот как и надо строить да действительно все правильно чтобы стекала вода туда она как-то так и должно выглядеть потом снег когда идет раньше конечно его не было но опять же тут вопрос стоит видишь в чем вопрос стоит в ровности то есть это должна быть максимально ну как бы горизонтальная плоскость то есть сложность подъемов подъема вообще должны быть минимальными а если есть подъема то они затяжные то есть с небольшим короче градусом подъема идет а послала смотри есть и это они тоже построили ну ничего себе откопалась и сам рассыпался нет ты не прав это природа сама создала виша они копали копали и вот странные структуры природные какие-то она так умеет да еще не такой умеет замечательные фотки вообще отлично как они только не доглядели а не затерли как там до косяк называется косяк мостик какой засыпанный весь видимо в этой стороне текла река потому что мост возле горы нафиг не нужен абсолютно ну разве что по склону чтобы ну да она если не рал тоннели речка была а вот наверху вот интересно смотри как вот да 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 для чего это но это же наверное электростолбник в 19 веке вот вот он большой видишь такой же явно как это он заман и посмотри в 19 веке переменка такие столбы нужны только для переменки до для высоковольтной вольтной передачи и смотрел закопаны так переменки не было подожди а там еще и ради 19 это 20 век там еще ярочка заложено в глубине внизу это 20 век но вот я бы так сказал что она засыпана ну в общем да как-то они стоят очень непонятно его учитывая что здесь отвала идут периодически да то она тоже явно скоро рухнет вот вот это действительно заговорочная фотка непонятно что вот странно еще то что хорошо вот они допустим откопали да а не страшно вообще там чтобы обвалы будут продолжаться сверху выйти просто просто земля будет с полостами сходить и все и обвалы и сели какие-нибудь да там эти ползуны да как они называют ползуны оползни оползни поползни оползни насколько в то время до снимали 1890 написано насколько он старый до тоннель причем за малым чуть ли не полигонал когда ну то есть вот где-то здесь бы по отрезали уже была полигональная кладка о какой там альянтой тамба до крепость смотри шарик такой вот ну то есть торчит так где у нас тут это тоннельчик круглый тоннельчик вообще тоннельчики да вот они многие видимо не до конца откопаны и вот их остали как бы вверх арки ну где-то 3 да 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 и все сделали пути все так и арочные типа да ну да где же она оригиналка и чё тут написано вот тут например прояли штическое ужили не идет смотри вот лишь как европейские такие тут небольшое отличие там 10 сантиметров у них получается ну вот конечно вот так вот все катались хотя с другой стороны смотрите учитывая то что были паровые двигатели да и в конце 19 века в начале 20 века то есть даже автомобили на паровых двигателях неудивительно я же говорю у нас цивилизация шла совершенно другим путем и и в один прекрасный момент взяли и полностью поломали эту дорогу и сменили русло движение как говорится вот остатки от мостов от всего они до сих пор еще можно сказать стоят зарытый вон там все с учитываясь в столе вот это да вся закопанная вообще все и обломанная вообще часть слушай мне пишут такую сейчас скажу от мы пишут ашкелон парк лиуми типа там чего-то откопали ашкелон парк лиуми какой-то сейчас посмотрим можно принципе посмотреть да конкретно альянта то это тайтанда я же говорю за малым только вот полигоналку если сделать и вся камни те же самые можно сказать и кстати обратите внимание что большинство из них темных они до сих пор несут тот свет вот именно как сказать память держит в себе о том что что-то произошло потому что они слегка подоплавленные черного ноту с гарью с налетом идут так что солнечный загар здесь не канает вот так вот видите вблизи не давай давай перенаправлять о елки-палки чё такое незащищенный протокол нет не надо там не все сейчас чуть вылезет маленькая за картинка но смысл понятен я опять же говорю они почему-то каким-то чудом так давай 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 о не так нам не пойдет все равно мы своего добьемся увеличим так вот он он где-то вот здесь должен быть ниже что это там за призрак такой то ужас какой-то был вот здесь вот здесь 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 вот вот но они всего шута него они потемневшие видите и это остатки моста но друзья суда паровоз не пройдет чтобы закоптить да а камешки почему-то вот подплавленные эти как они подрубленные какие-то не нужно не поэта войти наш по водичка что вы нос на самом деле дети малы что где-то водичку видишь ну юмор солнышко напекло и водичка вот цвета явно их почистить они будут обычного цвета то есть вполне прекрасно видно что я же говорю вот эти все старинные мосты они как раз и держат себе эту тайну которую просто можно увидеть но мы много на что смотрим и мало на что обращаем внимание и я искал что в бангладеш что тут в россии старые мосты и в туге есть старый мост нет ржавчины в питере то же самое но допустим питере ладно культурная столица красят вовремя бангладеш не красят от слова совсем это очень что при постри строительстве стали так покрасили все и они пишут местами да есть фото мостов железнодорожных 19 20 веке в америке там вообще красота да первый мост официально построен 1700 какой-то год в англии он такой же арочный как и все остальные об этом я видео тоже показал но соответственно мисси 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 мировский то есть мартеновский способ производства стали был открыт 1870 какой-то там год то есть производство стали изобрели позже чем на 200 лет чем строительство мостов первое хорошо на 100 какая разница где брали сталь вопрос да вот есть интересный мост на украине который за сколько за 20 лет до изобретать но до металлопроката появился дам него его еще кусками типа из-за границы тащим и в питер из-за границы а в заграницу от нас и из-за его ничего да вот вообще прикольный камень совсем оплавлено да смотрите и сверху смотри вот ниже примут текли камушки примут они просто все горели этих и счете ну что-то там есть подтеки у меня два видео когда и камни плакали называется там подборка фотографий на полчаса вот куча таких мест где именно оплавленные камни но тут уже более свежие фоточки идут совсем недавно по одной из программы увидел иногда вот нашу глаз попадает на то что надо просто щелкаешь канал там какая-то темная гора что ли там ученые ходят там ученые ходят ходят она во первых похоже на пирамиду во вторых типа это действительно 19 век или или это мне кто-то ссылку прислал такую типа посмотрите да еще 891 год извини же женщина перебиваю что здесь такую а это закладка трасс сибирская да но и стражей 891 год смотри как ну какая же закладка без папа папа обязателен смотри гвозди какие штыри верни стоят типа разметки ты блин ну вообще task мне смешно такое смотреть они же состоянии были фотку сделать правильно у нас же фотографии есть строительство есть а это чё не фотография вдруг на блин чем дальше тем веселее в общем чего откопали тема пользуются так ну чё наберешь это к вам как я там сказал то ашкелон парк ли уми ашкелон прям как прям какой-то это ашкелон спасибо игорь это эти кто смотрел земля сани q прямо оттуда ашкелон и да 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 ашкелон парк ли уми ашкелон так парк на ли уми камила видела много артефактов по всей швейцарии старинные памятники на русском языке горы пирамиды упавшие каменные стволы кремниевой эры много картин музеях и много другое совершенно верно кремниевой эры нет все остальное с координатами ссылками желательно хуже знаешь вот я чё-то не понимаю может я я ничего не запрещал у меня ссылки не проходят в чат не понимаю в чем дело ром у тебя проходит от зрителей друзья кто смотрит но если если мы поставим конечно что где он тут а вот интересные сообщения да мы берем и ставим чат видны все сообщения ну я так и сделал ну никаких ни одной ссылки больше что-то к каждый раз перестали вообще никак это не пропускаются кем-то чем-то чего за фигня не понимаю ой ребят у меня так чешется вот это рассказать то что у меня сегодня произошло пару минут если можно займу так вкратце без имен фамилий явок короче такая фигня и сегодня два часа просидел у участкового в соседней станице короче вот тот компьютер который я отдал людям там вообще что-то на фига вертели парень который как бы вел в общем вместо того чтобы просто назвать до канал он во первых вставил то что тоже якобы приурочили собери ребенка в школу все российские там все краевой какой-то вот это программа типа блин ну в общем прикольно короче было и плюс ко всему там человек было баллотируется на главу этой странице привет центурион вот и его тоже попытались не мало того что приплести да вот а как бы снять с трассы но человек самовыдвижение с его люди попросили до чтобы уже хоть как-то порядки навести в общем делают все возможное чтобы вставить конкретные бревна в колеса не то что палки а бревна и тут я короче под эту дудочку тоже туда подлетел давал объяснение объяснял что ребята это мои подписчики скидывали деньги там какие-то детали мои были компьютеры отдаются бесплатно и никому ни хрена никакой политики не имеют никакого отношения лучше бы политики имели отношения к тем кому требуется помощь а то зажрались уже в конец еще блин пытаются там под коверные в возни делать вот такая вот ерунда происходит друзья просто если что-то пойдет не так если все пойдет в плохом русле я обязательно сделаю конкретное видео уже со всеми фамилиями я им такой кавардак устрою вот такая вот штука друзья все эти подковерные непонятные вещи не для наших умов зачем это надо я за игорь согласен это на договоренно с вами плохо так эти колонны которым по 400 4000 лет но это нам так говорят 4000 лет ну давай уберем 401 вот они эти колонны да действительно грандиозные такие валяются здесь да получается вопрос что они тут делают ой какое место классные замечательно а где хоть это если тут пальмы медленно закрываем глаза и представляем что мы лежим под пальмой на красивом песчаном теплом пляже так не надо то я сейчас усну самогипноз да 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 а те кто на этом пляже представляют что они в прохладном осеннем лесу подмосковном и дождик да еще моросящий какой да 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 освежающий наслаждался 15 градусами дождем два месяца здесь вообще как приехал с 30 градусной жары друзья что человеку надо для счастья действительно человека-то многое не надо я зимой зимой прилетел на новый год сюда прихожу подумал о холодно снежок со мной девчонка такая ура снег игры давно она горит год у всех свои мечты они разные вот смотри я сейчас отвечу на вопрос потому что у нас все равно 30 секунд это задержка минимум идет богдан веркали спешит пытались забрать комп который вы подарили нет комп не пытались забрать просто попытались короче воспользоваться вот этим делом короче но опять же они не правы были в объявлении надо было сразу объявить что это просто от канала глобальный вопрос нет они туда в пиндюрили короче и программу какую-то хотели еще и эту самую единую россию приплести я сказал вот блин ребята скажите единая россия единая россия это будет покупать вообще компьютер типа этого они еще и назвали фамилию кандидата а выставили так короче решили подставить по всей видимости выставили так что короче кандидат как бы пытался подкупить этим компьютером но в общем дурдом короче там ребята как говорится занимаются своими нечистыми делами а этот человек не даст им этим заниматься ну по крайней мере я я знаю этого человека давно я знаю как он человек так что поэтому его пытаются убрать страсти на это выборные такие да бывают махинации дальше друзья мы на одной картинке за друзья зачитаю комментарии но на таких пальмах я бы вообще застрял комментарий зачитаю максименко о виктор олеся так когда едешь по дне парагесу возникает много вопросов о его строительстве явно просматривается несколько способов тоже много клёпаного металла ремонтировать ее так и не научились типа да ну да я я видел про депарагес ничего не знаю я даже не рассматривал пока что это такое однако каждый раз почему-то через какое-то время убеждаешься что вот например да вот вот эта вещь вот ее построили там при сталина проходит какое-то время понимаем что нет что это уже что-то такое что было уже до до всех этих советских времен и вообще именно такое чувство что все было до советских времен когда особенно когда мне сказали еще это не знаю в каких там древних годах сказали типа вот это оборудование красный октябрь да и она еще не понятно что за оборудование потому что многие станки которые где-то стояли там такие классные таких гудящие супер мощные да там дерево обрабатывающим предприятия там за или другого типа да они все с царскими этими как сказать с царским гербом двуглавым а да а то еще такой вопрос а у них откуда это оборудование может они сделали так же как вот илья про мост сказал что эти англичане при при собачке туда табличку да просто в наглую типа это мы построили ничего не там не строили все это до них было то же самое про станки можно сказать которые все уже развалина до вас да 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 все уже сделано до вас и развалины и не только вот это тоже да из этого же места я так понимаю капители основания куски какие-то посмотреть чем мрамор что ли такой ну как бы да ну ты же видишь что это литье ну в общем да самое что ни на есть литье и собрано все из кусочков потом хорошо от штукатурена покрыта глазурью тщательно там мы же видели даже илья ты тоже видел в эту колонну в санкт-петербурге просил да и в питере и в памуккале и они из кусков памуккале кто вот отдыхает в турции съездите на экскурсию памуккале а замечательное свидетельство того как античный город так называемый раскидан ядерным взрывом по всей по большой территории введен эпицентр на него и привозят с него начинается экскурсия и дальше много кусков колонн с одной стороны темные и границы темного четко видна и вот на сантиметр они облучены изменено в срезе много колонн видно и квадратные отверстия для штыри по центру и куски колонн раз раскиданы по всей долине вот рекомендую просто посмотреть на реальные не убранные свидетельства ядерного взрыва над городом воздушный ядерный взрыв даже эпицентр виден где и там видны и и колонны литьё и амфитеатр есть и очень много чего видно общем кто в турции съездите смотри и уже растет поверху все да и как всегда все заложено да что должно быть открыто и заложено в наспех потому что видно что чего было темы заложили лишь как каменная да как бы обложена кирпичом или чем или немножко ошибка шиба тут налицо еще реконструкция но все возможно давай посмотрим как странно тоже построено интересно но то что прошлая цивилизация обожала просто красоту это и так видно и так все взять и уничтожить а ребят вот давайте еще раз посмотрим чутка но но на что похоже смотрите и эти камешки почему-то оплавлены да ничего так себя да прикольно а сверху все опять текло он там все все сломано что-то наш поток такой шел каменный какой-то хотя это не камень дает песчаник да это да это в большей степени не но почему песчаник они просто песчаником называют то что по моему вообще мнению это блин из песка и какого-то клеющего состава плюс ракушечник ракушки допустим поэтому там где встречаются ракушки он ну то есть там где можно накопать песок с ракушками да вот получается ракушечник но на самом деле это песок с клеющим составом и плюс еще какие-то ингредиенты вот как то так по-другому это никак не может быть я уже несколько таких валунов видел блин но они осыпаются они дождем вымываются клеющий состав и песок сыпется а сверху волны как будто бетонный то есть по ним стучишь бетон самое что ни на есть а на самом деле это песок но тут самодельный уже да наверно это уже что такое да мол типа так все было кстати выборг да вот выборг это вообще такой замечательный город чем он хорош то что он весь на камнях вообще весь просто писать весь город да это свидетель мегалитической цивилизации там есть даже дом на скале вот кстати муж после вот этого посмотрим обязательно поехали выборг питер граждан и растать и не было давайте встретить встретимся на сентября там предлагаю кронштадт дать и не но я тебе скажу так я бы с удовольствием но мне придется тогда просить подписчиков помощь на поездку у тебя далеко далеко у меня только-только сестра в питер уехала она приезжала на питере живет пусть она поснимает к тебе пришлет да друзья в этот этим летом в питер не ездил что-то как тут уже захотелось я ездил еще хочу на реально поехали смотри игорь интересуется где глина на этих фото давай немножко вернусь назад да на эти фото а глина под ними то есть тут можно представить какой высоты это здание где вот она обратите внимание на низ и вот под ней одна не глина не то что вот под нее вот этот насыпь да это все глина неужели не видно такой характерный рыжеватый теперь представьте сюда купола деньте короче а вот сюда колокол повесьте допустим вот вам верхушка это понятно что снесено крыши вот вадим from russia в комментариях пишет могло плавиться сильной температуры причем здесь взрыв вадим проснись температура плавления гранита около двух тысяч градусов чем еще кроме как и взрывом могло плавить солнышко так заиграл я и говорю да 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 причем по всей земле вот тоже утопил остатки здания утоплена здесь абсолютно еще и готический верх варки но сначала верхушки снесли все здание взрывом а потом остатки всего этого все что сгорел и вот из пепел выпал виде глины вот говорится копать и копать ну да не то что виде глина как бы видимо все горело да все пылало и нужно было это потушить вот и потом устроили все зале все залило на еще и глина это падала сверху жидко не да и газа смотри триллионы тонн пепла то есть все что сгорело она поднялась в атмосферу солнечные лучи перестали достигать соответственно часть атмосферы вылетела в космос часть сгорела просто реально сгорела термоядерный взрывах и соответственно охлаждение ядерная зима наступила охлаждение всего при охлаждении что делать вода выпадает потому что чем ниже температура тем меньше в воздухе влаги может быть соответственно пошло выпадение осадков соответственно вместе со всем что в атмосфере и соответственно триллионы тонн воды вместе с этим до любую цунами сбоку она посносила все здания а тут равномерненько сверху несколько лет там пару лет точно все это выпадало ядерная зима она закончилась только в конце она сейчас со right за когда она сейчас идет у нас сейчас до сих пор зимой но смена времен года она заканчивается да потому что меньше во первых подушка одеяло это стало меньше атмосфера называется и во-вторых ядерная зима она заканчивается и гренландия оттаивает предлатель тайт или и они недаром гренландии назвали зеленая страна. Да, и, соответственно, вечная мерзлота оттаивает. То есть уже на 500 километров, 300-500 километров, в некоторых местах 500. Со времен Советского Союза, вот она чуть не под Иркутсом начиналась, сейчас она чуть не к Якутску ушла. То есть нету того не оттаивающего слоя вечной мерзлоты, который... Это вообще жуть какая-то. То есть скоро Сибирь будет очень лакомым местом для проживания. Что туда китайцы иркутцы? В Якутии там столько прирастает территория постепенно сверху, да, где вот эти острова, которых раньше и не было, этих островов. Лиховские и так далее там. Там постепенно, постепенно... Ой, я вообще не представляю, сколько же там артефактов сейчас наружу, чтобы вылазить. Поэтому туда и не пускают никого. Там закрытая территория. Даже мимо пролетать будешь и снимать не разрешат. Ничего не сделаешь вообще, просто. Сейчас массово выкапывают этих и скупают под видом скупки этих мамонтов, чтобы генетический материал никто не взял, не восстановил флору с фауной, которая есть. Засекречено все, все раскопки. Там реально много чем находят. Одни эти чаны стоят. То есть, в Якутии есть 19 участков, в которых стабильна температура ниже, чем окружающая. А под ними, под этим участком, какие-то чаны металлические. Их запрещено выкапывать. А, те самые, ты имеешь ввиду, которые излучают что-то, да? Да, и они температуру меняют. То есть, это какие-то охлаждающие устройства были. Да, мало-то... Даже где-то есть статья об этом. То есть, много-много ученых посещало эти места. Даже некоторые пострадали от радиации. Потому что кто-то просто постоял на этом, да? Там такие, как бы, маленькие не лужицы, а как бы прудики такие или лужицы. И прямо посреди, да, вот эта вот утопленная вот эта вот какая-то штука, да, чернобров, что облучались, буквально ну, просто уходили. На Сахалине такое есть. Говорят, что почему японцы в том числе рвут эти острова, там у Айнов легенда была, что оставили там около 50 типа, ну, роботов, как сейчас я бы назвал их, там железных людей больших, которые там служили Айнам какое-то время, боги их оставили. А потом, когда эта экстраслужба типа вышла, силы иссякли, Айны их похоронили, как завещали боги. И с тех пор их роняли. И вот место засекречено. Но они где-то вот на этих островах, именно южных. Это тоже информация у Черноброва была. я как бы общался человек, который общался с Чернобровом, как у анекдоти в нехорошем. Вот. И, в общем, подтверждения нет, но якобы вот таких легенд много. Но они все как бы как-то обоснованы. Потому что на пустом месте такого, ну, не может быть. И еще вот эти какие-то непонятные сооружения, типа как купола какие-то, да, они же, они могут сами, типа, подниматься. И даже видели, как они атаковали вот эти какие-то НЛО туда, прилетали шарообразные. А из этих вот, сфер, назовем их так, или полусфер, просто вылетали, как, ну, как вот плазменное оружие. Какие-то шары, да, такие энергетические. Избивали их. Некоторые защитные системы могут еще работать. Да, они работают. Да, есть такая информация. Что они до сих пор действуют. То есть они, видимо, определяют свой чужой. прилетает тоже высокотехнологичная фигня, но чужой там, не знаю, серые или темные там. Они их просто избивают. Избивают их. То же самое. Много рассказов, слишком много. То есть дым без огня не бывает. Люди опускаются в пещеры, потом видят слишком ровные своды. Идут по нему. Их охватывает ужас. Они бегут там и через несколько дней обнаруживают себя дома, но помнят только ужас и не хотят идти снова в никакие пещеры. И там какие-то штуки там есть защитные еще внизу в пещерах. Это же хорошо. Это же хорошо. Да. Друзья, я вас отвлеку немножко. Я вот хотел просто показать подписчику один момент интересный. Значит, интересуется Игорь. Так, где? Ох, много уже написали. Но, в общем, он говорил, что мегаволна же шла. Почему? Где глина, типа. Ну, вот смотрите, что вообще происходило. Значит, видите, да, здание? 30 этажей, высота. Ну, вот смотрите, вот так вот глина заполнила. И вообще, кстати, многие здания мы так как раз сейчас и видим. Это все, что осталось. А этажей могло быть и больше гораздо. Один этажик остался. Ну, один и один, но этажа 3-4 могло остаться. Где-то один этаж. Смотря какой высоты было здание. Я в Москве. Какие-то вообще в землю ушли. Вы видели, да, вот по поводу, почему проваливается асфальт. Под асфальтом остатки строений находятся. Но это как бы такой вот примитивный пример. Ну, я думаю, вы поймете, что произошло. Не то, что остатки. Там вот эти машины проваливаются в галерее как раз до потопных вот этих вот строений. Те самые настоящие. Причем, они внизу есть. Их как бы немножечко как бы откопали, но большинство высоты этих арок, да, вот этих аркад, их все равно засыпаны глиной застывшей. То есть, ее очень тяжело было откапывать. Что смогли, то смогли. А вот ты сейчас правильно показал. Ну, в общем, человек не согласен. Он говорит, паинт это доказательство, уважаемый. Паинт это как пример. К сожалению, Игорь, у нас столько данных. Ну, видео посмотрите, как я показываю там, например, Ильинка подземная, там вот этих галерей, там ходят люди. Это все внизу, это все внизу. Зачем, извините, сверху этого строить дороги? Давайте откопаем и пускай там проходят пути какие-то. Потому что земляные работы даже сейчас очень-очень недешевые. То есть, закапываются в землю. То есть, самое дорогое при строительстве это фундаменты, крыши. Стены, они копеечные. Закапывать в глубину это дороже, да, не стоит того. Ребят, вот вам пример. Вот остатки стен. Вот это насыпано. Нормально? Высота хорошая. Стены. Что это у нас, не каменное ли это строение когда-то было? Кладка. Вот она остатки кладки. То есть, понимаете, масштаб, теперь? Вот это всего лишь верхушка здания. Все остальное где-то здесь. Да и там вдали тоже видно, видишь, как бы, где край вот этот по небу он как бы виден, да, там вдали прям видно эти прямоугольные конструкции. А сверху это, видимо, то, что сверху остальное все засыпано, ну и куски всего, что там, разнесенные стены, своды, вот они все здесь. Вопрос еще очередной. Вот если такая волна так все засыпала и снесла именно глиной, все биосферу смыло, сейчас откуда миллионы видов насекомых? Сейчас попытаюсь объяснить. Во-первых, были десятки миллионов, извини, начнем с этого. Миллиарды, наверное, было. Засыпана, во-первых, не вся земля. Есть места, которые не тронуло это все удовольствие. То есть, и океаны выходили, да, из своих берегов это все несло. Ну, а у них шла определенная направленность, но большая часть земли была засыпана. Плюс ко всему оставались места, докуда не доставала волна, допустим, либо еще такого духа. Это горы. Дальше. Почти в каждом американском фильме показывают о убежище президентов, да, где они находятся. Либо в горах, либо под водой, где-то в пещерах, либо еще где-то. Так что об этом тоже можно думать. И опять же, вот допустим, биовиды, то есть ДНК, тоже было наверняка сохранено. Опять же, насекомые, они быстро размножаются. Тараканы, так вообще, моментально, там геометрическая прогрессия идет. Яйца и все остальное в земле, да, да, да. Можки и собаки долго не живут, да, а кошки рожают сколько хотят. Так что тут, опять же, это все геометрическая прогрессия. Он даже считали, кто о Библии, там, мол, типа Адам и Ева, да, и типа от них за сколько лет могла населиться земля, да. Тоже не так много лет надо. Икон Гуров неплохо посчитал обратным отчетом, то есть реальное количество людей, то есть он взял, что в Китае реально 700 миллионов, у нас реально 90 миллионов сейчас в России. И как удваивается население, то есть он взял несколько стран, да, и отчитал обратным отчетом 25 лет, то есть одно поколение удвоение населения. Ну, реально так и происходит. По крайней мере, происходило в среднем. И получил именно вот где-то начало, середина 19 века вот то самое оптимальное количество, из которого все и произошло собственно снова. Так что посчитайте сами. Так, я не помню какие острова были, вернее, как два материка получается, а у них вот с одной стороны и с другой стороны океана одни и те же животные живут. О чем это говорит? О том, что земля еще была разделена, то есть затопила части. Ну, трэш, трэш. Библия Кангуров хороший пример. Я Библию вообще не поддерживаю. Я вообще далек от всяких религий, мне и так головника хватает, чтобы еще во всякую ерунду верить. Так, что-то я хотел сказать, чтобы здесь открыть. Ставить 5 копеек? Да, свои 5 копеек хочу поставить. Так, ну, подожди. Тут надо... А, это ты просто открыл, да, вот эти вот горы, скалы? Ну, вы же Ашкелон хотели. Ну, да, Ашкелон. А, это он самый ездил. Вот, вот когда спрашивают, а где здесь глина? Вот, просто откройте гугл карты. она на глине лежит. Нет, гугл карты откройте, посмотрите на любую территорию в любом месте. Какого она цвета сверху, вот эти фотографии? Все будет рыжее, ну, заросшее зеленью. То есть, глина везде. Где глина? Везде. Понимаете, такой ответ устроит вас? Отвечу, Жень, повсюду. Я Адама с Евой подставил только потому, что люди посчитали, они вот представили, что, да, допустим, был Адам. Сколько лет, допустим, назад могло это было быть, за сколько лет вообще от двух людей могло заселиться. Но тут опять, тут ересь дикая. Это получается, что это брат с сестрой или как там понять, я не знаю. Это полный трэш, короче, одним словом. Тут просто идет вопрос в математике, так что троллить не надо. Я категорически не поддерживаю ни официальную биологию, ни официальную историю. Вот. Тем более, правильно вот Дарьус пишет, семена у нас гибридные все. Они выведены. И что пшеница, там расти не будет, дичка станет непригодная. Да, любой вообще, кукуруза за ней смотреть надо. Так что... Это да, но помимо этого есть еще реальные гибридные и ГМОшные. То есть сейчас... Еще хуже. Да. Институт Вавилова вывезен за рубеж Монсанто. Все, пипец. То есть если... Сейчас фермеры все обязаны покупать зерна именно вот эти ГМОшные, которые на второй год сами расти не могут. То есть если не будут мы на семенной глет, то есть если нам реальные санкции объявят, Россия с голоду помрет в течение двух лет. Ну хорошо, трех, потому что еще и запасы какие-то есть. Все, пипец. И это не самое страшное. Есть еще более страшные вещи. Пауза. Пока есть пауза. Кстати, Женя, вот напомни, пожалуйста, я хочу к зрителям обратиться и задать вопрос. Напомню, сколько у тебя просмотров по нашему крайнему видео твоя первая часть по пушкам? Ну, на данный момент было где-то за 20. Вот. А у меня вторая часть просмотра и 5000, а третья почему-то 6. 6 с чем-то. У меня вопрос к зрителям. Как много людей, пожалуйста, в комментарии напишите в чате, как многие из вас посмотрели первую часть на канале Евгений Макаров про пушки и не пошли смотреть дальше вторую часть. Мне интересно, это вот реально каждый четвертый лишь смотрит продолжение либо YouTube что-то мудрится моим каналом, как всегда. Напишите, пожалуйста, вот ваше мнение очень важно, чтобы выяснить картину. Ну, я могу добавить сюда, если бы у нас в чате было не 359, как сейчас, допустим, 3500, тогда, в принципе, вопрос был уместен. Но 350 человек они могут ответить все «мы смотрели все». 350 человек это даже более тысячи. Пропорции будут видны и плюс этот стрим буду смотреть потом, это все-таки 35 тысяч у тебя стримы смотрят на твоем канале. И если хоть какая-то часть ответит, хоть какой-то ответ будет. Так что, не согласен. Представительская выборка есть. но я еще хочу давать, что друзья, что это не они условно названы 1, 2, 3, потому что многим тяжело смотреть частями. Это можно сказать отдельные фильмы, потому что в каждом из них вроде конвотажи, но информация новая. Поэтому это отдельное видео в русле единой темы пушек. Что это такое, как они стреляли, как они действовали. Сейчас у нас тема не об этом. Мы же обещали, что это будет стрим отдельный и не сегодня и не завтра, допустим, через какое-то время. Чтобы уже подытожить все равно не получится. Всегда будет новая информация, всегда будет что-то недосказано. Но очень много общего и завершающего эту тему будет сказано. Я уверен. И в принципе многие сейчас пишут, что да, мы с вами согласны. Лишь тролли пишут всякую ерунду, а это их задача. Далеко от обезьян наверное они не ушли, эти тролли. Хотя знаете, мне присылали статью 10 каких-то умнейших животных планеты. И обезьяна входит в это число. Соответственно делаем вывод, что тролли это непонятные существа. Откуда родом? Из лесу или нет? Из пещеры может быть? Но интеллектом там вообще не пахнет. То есть их задача показать свою деградацию. Кто они такие? Мой ответ троллем такой. Показать насколько все пусто в голове. Ну я ржу просто каждый раз с их этих комментариев. Я вот немножко одну штуку скажу, но немножко в другую сторону. По поводу эволюции человека. Мол типа человек произошел от обезьяны. Друзья, покажите мне сейчас хоть одну обезьяну, которая хоть немножко стала человеком. Кроме как в фильме планеты обезьян я такого нигде не видел. Если вы это увидели, будьте добры напишите. Я считаю эволюции не существует. Человек развивался своим путем, обезьяны развивались своим путем. Что касается всяких мошек, насекомых, ребят, они живут очень мало. Опа, ОБС студия соединения потеряно. Это у меня? Нет, у меня. Подключаемся заново, пишет. Ты понял? Ха-ха, понял. Как интересно. Интересно я вообще о чем тут заговорил. Так, есть у кого возможность проверить, идет у меня трансляция на канале или нет? да, друзья, пожалуйста, посмотрите. А Илья-то с нами? У него ничего там не отключалось? Где? А мне нечего отвечать. У меня ОБС сразу глючная. Ага. где лайвстрим? Блин. Ой. Вот видишь, как обезьяны тебя решили. Ну, у меня видишь, как пишут. У меня пишут, что человек произошел не от тех обезьян. Ну, в общем, товарищ произошедший от обезьян рад познакомиться. Я человек. Друзья, я скажу так, что вот то, что описано в Махабхарате, да, вот в этих Рамайане, а я правильно называю, потому что правильно говорить Рамайана и Махабхарата, а не Махабхарата. Вот. И там вот описан народ, люди-обезьяны, вот, скорее всего, это отдельная, можно сказать, раса, люди-обезьяны. Но она существовала рядом с такими же людьми, вернее, не то, что с такими же, а написано, что тот же Рама, он был великаном, да, то есть они были выше, то есть они были великанами, это были люди. А вот эти люди-обезьяны, они тоже были. И они были такие же, только вот, ну просто друг, не то, что другие существа, другая раза. Более того, они скакали на лошадях и все проще, то есть несколько видов людей, в том числе эти вот обезьяны-люди, у меня в ролике про Бангладеш, там есть готика, так называемая, кирпичная готика Бангладеш, и вот там вот на фресках таких, из кирпича сделанных, вот целые прям рассказы про этих, на картинках, картинки с этими вот обезьяны-людьми, я тоже был в шоке, не мог понять откуда, это что за обезьяны-люди, а там вот, как они на лошадях едят, стреляют и так далее, то есть там целый раз обезьян у них тоже был. Пользу, да, у них королевики, в Китае, это вид, это определенный вид, да, и ростом они были, и 7 метров, советуют углубиться в биологию, так как у нас это все, не знание, вот как-то так. И 7, и 10 метров эти. Выкинуть, короче, надо диплом института, я ни хрена ничего не знаю, спасибо. Углубиться в биологию. Да. Понятно. То, что строение похоже, это не говорит о том, что это предок, понимаете. Мои предки молились солнце, понимаете. А, наверное, ваши предки лазили по деревьям. Вика, привет. Где-то пропадало. Луч Света, привет. Ну, наверное, слушай, открой, пожалуйста, набери. Я уже у себя набрал, можно найти. О, вот это классно, мы не смотрели еще. Слушай, ну, как будто их сделали недавно, поставили здесь, ну, е-мое. Ну, свеженькие колонны, ну, ребят, ну. Ну, они свеженькие, они могли быть просто приведены в порядок. Думаешь. Как бы реконструкция, проведена. Из бетончика вылили, и здесь и поставили. и все, что? Ну, ладно, это уже в частности. Ну, у нас не биологическое образование, но я много что изучил, так что. Что еще хотел сказать? Просто до потопа на земле было намного больше разных видов, которые населяли, да, эту землю. И все они погибли. Мамонтов находят, динозавров находят, фотки выкладывают, да? Ну, тут вопрос встает. Фейк не фейк, но очень сильно похоже на настоящую фотографию. Фотошоп, кстати, легко отличить. Все равно косики сейчас. Ну, товарищи, друзья, есть такая информация, и в принципе она правдива, что в каждом озере есть свой Лох Несский чудовище. И у нас, вот это Лох Несский, его просто, ну, так и разрекламировали, вот просто бренд такой сделали, чтобы все туда ехали, друзья, 90-е годы, это эпоха фейков, елки-палки. Это и эти самые, как их, чакра открывателей, чакра закрывателей, там всякие экстрасенсы, блин, что только не было, на чем только деньги не зарабатывались, понимаете? Вот, и целая куча Клеопатр в прошлой жизни появилась, так же, как и Цезарь, понимаете? Так что, тут, было чем гордиться в те годы, так вот, идет чувак, и лишь как дела. Да вот был у экстрасенсы, я теперь, блин, имею диплом того, что я был в прошлой жизни Цезарем. Ну да. Ну что ж. Так же так. Ну, каждому свое, да. Бывает. Значит, набери дом на скале Выборг. Картинки. Посмотрим. Я люблю картинки смотреть. Текст не очень читается, а картинки за милую душу вообще. Без картинок книга как-то не книга. Статья не статья. Игорь, при всем моем уважении я бы с вами пообщался, но не имею сейчас желания такого. Так. Ну, в общем, что дальше открываем, Жень? А ты открыл дом? не открыл. Ты же демонстрацию явно не показываешь, да? Ну да, мне показывай. Что открывать? Давай. Не-не-не, что открывать? Дом на скале Выборг. А то он тебе сейчас выдаст там разных домов на скалах. Он еще адрес хочет мне показать. Ну, а вот, достаточно. Вот что можно сказать, что тут скорее всего остаток пирамидального сооружения, причем мегалитической эпохи. каменного века того самого, который нам говорят, что он какой-то недоразвитый. И тут, кстати, Галина Конышева по этому дому делала много интересных. По-моему, даже не одно видео она делала. Она нашла там петроглифы, то есть на нем есть изображение, есть руны, это точно, даже я по фотографии их находил. Вот, кстати, вот туда бы, Илья, хорошо бы съездить к этому дому и его изучить. Там есть лесенки какие-то не ведущие, не пойми куда, просто она лесенка такой на возвышении, да? Ну вот я смотрю разные фотки, мы что-то на одной циклеиста. Там сильно много чего листать дальше. Я ее увеличить хотел, я вот вижу вкладку еще, понимаешь? А давай, да, давай, это потом дальше посмотрим. Все, я показал. Вот, лесенка видна, да, да, да. Лесенка там обязательно есть, на ней тоже что-то есть, а самое главное, что следы, опять же, теплового воздействия есть на него, на это сооружение. Ну, а дом, конечно, влепили потом, это и так ясно, что его здесь не было. Это, видимо, срезанная вершина какая-то, вот это мегалитическое сооружение. Думаю, все-таки больше на пирамидальное что-то похоже. вот прям напрашивается конкретно, вот вид такой вот именно на это указывающего. Че-че, подожди. А это что? Вот это что? Металлические эти уши. Там много чего интересного. Да. Там много чего интересного. Вплавленные как бы и ступеньки интересные. Вот вам опять Альянтой тамбур. Наш российский, можно сказать, питерско-выборгский. Вот почему вот эти все достопримечательности не раскручены так, как какой-нибудь Альянтой тамба или там тамбургский. Ну что тут раскручивается, Жень, ну разу не понятно, что мужики в лаптях мотыгами обтисали вот это вот. Деревянные игрушки прибитые к деревянному полу. Крепостные явно делали, смотри, и ступенечки тоже сделали. А наверху хай-тек, да, а в тесу вот это вот примитивные, крепостные. Ну что-то ничего интересного, да, да, да. А вот наверху из кирпичей, да, вот это вот памятник, можно сказать, барская усадьба. Это вот. Это мой камень. Да? Ну, нечего рассматривать, короче. Ведь там в Выборге вот он реально он стоит на мегалитах весь, абсолютно весь. То есть там даже есть где-то железная дорога, она проходит через вырубленную скалу такую, очень там высок, то есть вот этот вырез, да, в скале такой, очень глубокий. То есть, и там видно всякие вот эти блоки, камни. Я уже молчу про тот же Монрепо парк, что там там именно взорванные эти мегалитические скорее всего, я думаю, тоже пирамиды. Их там было много, их там все взорвали. Потом залили опять же водой. Почему? Потому что там в воде все осталось много чего. Это еще Гавриков, Евгений. Весь Выборг на мегалитах, там рядом огромная стена есть такая, где пять метров в высоту камня. И отдельно стоящие камни, та же вот Таваара, Сейды. Вот если, наоборот, мегалиты Выборга, много чего. Удивитесь. А наберите. Так я-то брал. Полигональные кладки огромные. Это Роме надо набирать. Ром, то набираем. Мегалиты Выборг. Вот. Так, Луч Света предлагает тебе показать, Жень, как в Индии привязывали индусов к пушкам. Но луч, я это показывать не буду. Во избежание бана. Не надо. Не надо. Людей привязанных. Эти сказки официальные. Еще Мюнхгаузен давайте посмотрим. Ну, это Монрепо. Это конкретно Монрепо. И вот это Монрепо. Вот это Выборг. А, нет, опять Парк Монрепо. Монрепо в Выборге, да. Я там несколько раз был. Сразу узнается это все. Вот это Монрепо недалеко от Вайны Мяйнина. Это вообще китайский зонтик называется. Мегалит. Самый крутой вообще. На нем столько всего изображено. Чудинов там что нашел. Вот это вот. Вот кубик валяется такой в парке. да. такой кубик. Это что природное все? Не ну прямо же все говорят мегалит. То есть большое огромное литье. Почему надо с этим спорить. Так что все правильно. Огромный камень рукотворный залитый. Крепостные в лаптях. В лаптях на лошадях да возили. И слаживали. что нас что за название Монрепо это по-моему связано с прежним владельцем. То есть истинное название этого места мы не знаем. Хотя я француз был владельцем. там кто только не был. Там перекупали его перезакупали. То есть я считаю что это остатки гиперборейской цивилизации. Вот именно здесь. Почему потому что они там и были на севере. наши прежние цивилизации. Не знаем вот эти сказки про Атлантиду гиперборей и все это тоже опять же сказки. Наша человеческая цивилизация которая умела работать с огромными это то же самое вот вливание такие камни в Бальбеке такие же. Здесь просто мхом они обросли потому что север и все. И не такие раскрученные. Бальбек раскрученные а это не раскрученные. Ну там же деньги делают на Бальбеке. А у нас надо как-то держать в уздах это чтобы никуда не вышло. У нас вообще все было фуфлыжно. А еще такой момент. остальная нация. Еще такой момент да. Буквально прошло несколько лет вот я помню да вот я начал снимать где-то с 17 полугода. Я туда даже зимой ездил специально чтобы заснять мегалит огромный. Потом ездили летом потом через год еще раз ездили там побывали с детьми. Вот. И я думаю у меня прям какое-то чувство такое было скоро что-то здесь сделают. То есть что-нибудь навредят. Не случилось ли ведь вот в прошлом году стали реконструкцию производить то есть стали его ломать. Просто уничтожать это уникальное свидетельство прошлой цивилизации стали уничтожать готовить там для элиты все для олигархов наверное. То есть берега сломали дорожки какие-то стали просто запретить доступ все огородить либо военные это огораживают либо для Газпрома либо охраняемая территория либо просто реконструкция. На самом деле она вся сводится к одному уничтожает здание и фирма банкротится исчезает. Все. То есть там там тоже под видом реконструкции стали просто все уничтожать. То есть весь этот природный ландшафт который можно было не трогать оставить в покое и очень аккуратненько все сделать как надо они просто все стали сметать ставить бетонные дороги какие-то там это все вот залить в бетон чтобы не видно да 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 нормально вот так вот друзья памятник какой-нибудь архитектуры выкупает компания которая якобы грозится там облагородить и все прочее и тоже исчезает и не могут там десятилетиями передать другому собственнику продать и так далее нормальная ситуация да 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 я даже боюсь туда сейчас ехать у меня просто сердце будет кровью обливаться если я увижу что там натворили сейчас потому что реально это все друзья мы его потеряли и сердце кровью обливалось когда ломали бальбек да понял ну надо написать песенку про это какой бальбек уже сломали пальмиру сломали уничтожили нотр-дам явно через 4 часа приехали пожарные которые тушили стены а не место возгорания двумя этим пшикалками ну еще бред и блинами и сушеными грибами тушат тушат не потушат море ага то же самое так что друзья и дольмены у нас тоже мегалитические дольмены вообще по моему мнению это такая вот фальсификация подстройка чтобы вообще куда-то в другую сторону думали нет это реальное устройство после причем после потопной потому что они сверху стоят да в местах силы да они стоят сверху но крышки резонаторы вот эти сами кристаллы убрали которые трансформировали звук в энергию и на сейдах то же самое то что было вот на наверху сейдах тоже везде убрано но сейды я вас сейчас на несколько секунд банану вы что-то чересчур ребят временно исключу что-то я не могу уже это читать троллите походу да слышать вы нас будете но пока писать не сможете была у нас недавно одна такая которая ерунду писала сначала у меня пока я ее не забанил потом уже да прям конкретно там про свой город да типа вы врете все у нас не так я вас забаню а у нас во всех городах именно так то есть все города одинаковые так она писала нет вы врете чушь несете там я историк там я в десятом поколении супер историк что-то типа этого вот и ну в таком духе так что друзья тут вопрос в чем встает если вы ребята допустим реально троллить пришли то вам просто на каналы официальной истории официальной биологии там вы найдете своих соратников вот как-то так там можно долго обсуждать как мужики бородатые в лаптях ставили александровский колонну александровский столб за один час 700 да и как исаки резали зачем-то мы сейчас алмазные диски делаем они у ступеньки исаки это 3 на 8 метров то есть диаметр должен быть где-то 7 метров от этих дисков если сейчас отрезать эти вот ступеньки исаки из гранита без алмазных дисков напыление никак и вращение должно быть медью если я медью медь все режет пилами медными да миллион гранита отрезали я не знаю чем зубилами и так же эти все статуи зубилами медными оловянными да это очень интересно обсуждать да это еще а это Илья это из серии опять же нахабхараты это знаменитый я хочу на Шри-Ланку да это Шри-Ланка Сигири да есть даже такой момент есть индийский ютуб аналог ютуба там видео с таким названием что это окаменевшее тело рованы того самого демона да ну аку тоже великана черные пятнышки это птички накакали по контуру покрасить не успели доказать да несколько тысяч тонн кирпичей взяли есть неоткуда наверху и доставили их тоже рабы так доставляли что видимо много их там полегло ассад по периметру квадратный с кучей там земляных работ и тоже мегалиты в квадрате в этом более того на Шри-Ланке есть замечательная башня она там около 165 метров высотой с великолепной антенной вот и об этом никто не говорит когда она появилась все молчат появился появился тоже рабы сделали слушай а вокруг тут 165 метров вокруг этой горы скалы вернее много да обломков то есть каких-то тоже блоков причем с очень интересными вырезами квадратными я сделал видео да раньше были там кристаллы которые преобразовывали энергию звука вибрации в раз на другую направляли на один центр то есть это фокусировка мощнейшая была по-моему это провин маханда об этом тоже делал видео и провис да и я эта часть видео в свое видео включил интересно шланг вообще интересная вещь место туда ведет заметный мост рамы ну да который якобы описан но это все сказки на то что реально утопленными огромное сооружение есть это факт да в общем друзья тут вопрос у нас стоит не в том насколько мы хорошо знаем историю а вопрос стоит том насколько мы хорошо сможем ее опровергнуть было бы что опровергать в принципе тоже да вот они ножки льва вообще не думаю что это ножки льва евгений как насчет как успехи звездочки кунаширского скрутил или дальше ля-ля темы и духа не хватает я не понимаю что за такой наезд знаете друзья если бы я только и занимался скручиванием звездочек созданием каких-то водяных батареек а может быть даже медных пушек каких-то резонаторов проверка их испытаниями может быть я и успел бы все но так как я все-таки имею какие-то обязанности какие-то семейные там дела да ну извините друзья ну невозможно если вы человек свободный у вас никого ничего нет пожалуйста крутите хоть что угодно жень это наезжают те люди которые сами сделали намного меньше хоть звездочки хоть квадратики крутите пожалуйста потом покажете я вас покажу вот так вот здесь ваши достижения наоборот всем будет интересно что вы сделали кунаширского или еще кого-нибудь попробуем от обратного то есть мы кидаем клич грубо говоря да вызов такой кто может доказать что это невозможно что невозможно получить энергию звука проведите эксперименты возьмите колокол замерьте магнитное поле катушку положите под колокол и покажите что нет энергии никакой или пушки то же самое ударьте и посмотрите что на выходе нет никакой энергии и тогда да я покажу честно обещаю друзья у меня попросили показать ну не то что показать а вот скажи пожалуйста местность близ Армавира насколько занесло потопом вот показываю картинку гора Форштадт обалдеть это все глина верхушечка осталась вот как ты показывал это все глина вот туда дальше там с этими как их называют экскаваторами выбирали тоже глину и в один из прекрасных годов там могилы упали короче в общем запретили больше дальше копать рома водная эрозия а песок в горы тоже собрался он горами старая станица дальше город вот так это все выглядит но тут почему-то вот это удовольствие кидают я по-другому звезда не поздавайте мы держимся денег же нет а мы держимся три храма в день конечно денег нет называем чем это все на официальном уровне ребята вот крепость прочная коп у меня видео есть как раз когда подписчики помогли мне с покупкой видеокамеры самое первое видео с этой камеры было с непосредственно с этого места что могу сказать на первый взгляд первое это явно делали солдаты быстренько на постой встали за ночь накопали деревяшки да и второе то что могу сказать это идеальная форма для обороны вот не круг не просто периметр а вот именно такая зигзагообразная иной формы не может быть ее проще сделать чем просто конечно квадрат или круг ну как получится в общем чтобы это лучше всего да это же проще так делать так ведь померять чтобы вот эти все расстояния там чтобы не ровненькие были эти звездочки ведь это же так все просто да геодезиста километр идеально ровной фигуры но очень сложной по форме периметр в километр промерить то вообще нефиг делать клевое дело на глаз туда вот идешь ставь лошадями лаптями мере это все просто ну что вы ой слушай рука за там все показал как он измеряет зиму ну что забыли что классно картинка это где а вот не знаю подписано как армавир начатое близко не видел калининград написано в калининграде да полно круто и все это делали пленные немцы а то и французы которые нападали тогда а во франции это все делали пленные англичане или тоже пленные немцы в каждой стране это делали не люди а приглашенные либо мастера либо у нас же спас и на крови и его копия этот василия блаженного то это что же делали все не наши люди вот итальянцы себе такое не делали а тут пожалуйста нарисовали сибирь друзья тоже смотри оплавленная под горе поджаристые такие камешки так друзья предупреждаю никаких полит вопросов никаких там война грядет что нам делать спасать соль спички сахар закупайте во первых все пропало и убегаем первую очередь бежим с такими вопросами да но друзья если бежать надо куда-то повыше в горы бежать да вдруг опять рома ты ведешься нет пусть они бегут куда хотят а вот это насколько я помню это то ли на Алтай где-то это шори ну они похожи места вот именно да они все одинаковые как раз Алексей Кунгуров во многих местах побывал именно вот в этих и заснялся и тоже видишь тоже все оплавлено сверху все все темного цвета блоки сплошные да везде такие тесно притерты друг к другу во вообще прекрасно видно да насколько как горело все горело да еще много а если сверху да особенно когда появились видео высокого качества с квадрокоптеров 4К вот именно этих мест там видно что прямо допустим стена да стена а рядом взорванная пирамида там видно что было именно такое что-то такое прямоугольное ну основание осталось и как бы воронка прямо выяло все это внутри и все остальное раскидано все блоки осколки от этого сооружения я вот к игорю бебушка игорь ты не навсегда забанен понимаешь у тебя уже время явно прошло там 300 секунд всего чтобы ты немножко остыл там поменьше писал ну вот так вот это все вообще красота это же природа алё вы тут мы тут мы тут это все конечно же как сказать да ледник шел и после себя оставил вообще вот эта тупость насчет ледника да вот что такая стена ледяная шла 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 все снесла свезла где-то вдруг решила остановиться и бац потом как-то все это Сидоров Сидоров точно да да ну кстати один из первых там побывал о смотри как лежит полигоналка можно сказать фактически а это пьяные каменщики заливали большие правда но все все просто это же уветривание помним об этом ну да илья на тебя чем-то смахивать жалко не ты там мы чего-то не знаем далеко я с Сибири уже уехал помнится и Олег Толмачев там побывал но потом четко пропал Толмачев ну был такой блогер к сожалению был то есть его сейчас как-то нету среди публикующих что-то нормальное кстати Ольги про много интересного что она показывает она особенно по всяким местам нашего нашего мира необъятного ездит да и все снимает закопанные здания крепости звезды какие-то там тоже там все полуоткопанное если считаешь что это стоит посмотреть брось ссылку пожалуйста я не знал кто такая Ольга про ага ну я погуглю конечно да можно нет там очень часто стоит смотреть именно вот смотри прикол да извини перебиваю мы видим да камни какого цвета камни прям такие себе камни и на тебе песчаник вот о чем я и говорил это все что сверху это ну как сказать как штукатурка как шпаклевка можно сказать вот то есть есть деталь которую обработали сверху дали ей вид наверняка эти стены были блестящими блестящими да ну вот такими вот то есть вот как глянцевые допустим покрыты некими да все равно что малахи там либо еще чем мы же этого сейчас не знаем но на самом деле что это это самый что ни на есть опять песчаник песок с составом клеющих что хотите мне говорить они везде эти камни одинаковые и они стоят они держатся друзья вот она технология была она сейчас цемент неизвестно кстати как он на человека влияет то есть на этих песчаниках это реально песчаники просто корочка оплавлено все смотри деревья ущербные худенькие маленькие ну такие вот пока оставь ту где съемка сверху велась но это вот это наверное да что это долго как-то все грузится начаток друзья в общем скидываю вам ссылку на Ольгу Про в чат на ее канал и вот она там нашла вот том же Переславле Залесском вот вот этим валом знаменитым да там окажется ну тоже стена что остатки ага видно да что строение выше деревьев а это оно не полностью значит оно было еще выше еще глубже явно да и но деревьев все правильно какие-то настолько молодые да как как спички в общем стоят здесь мачты для Петра первого чё ты ну вот кстати с Женей Библию Ньютона да рассматривали ой ребята там столько этих ковчегов но видите в официальной Библии один всего ковчег в Библии Ньютона их дофигища и причем одновременно с парусниками то есть ничего так себе да так 5000 лет да говорят потоп назад был якобы да все это конечно интересно давайте куда-нибудь другую в сторону пойдем мегалитов уже хватит но хоть раз можно сказать посмотрели так что-то у меня тут было подготовлено заготовлено ну вот вот сандра римская текст это ты скидывал да но он длинный я так посмотрю ну насчет текста не обязательно тут я хотел показать пример вот этих каменных улочек ну давай я тут пару абзацев зачитаю мне понравилось я уже бегло посмотрел чуть-чуть буквально два абзаца хорошо и пойдем смотреть картинки история не просто переписана она уничтожена полностью а то что сочиняла интеллигенция кстати устроившая все революции сама же интеллигенция называет литературными мистификациями и литературной войной с бывшим правительством государства и всей армией всем населением того государства армия государство армия власть которая захватила интеллигенция устроила революцию 1853 1921 годов и то что предъявлена интеллигенция в виде всемирной истории в своем современном нам варианте никакого отношения к реальным событиям не имеет кстати одним из самых активных участников переписывания истории армии ну у нее видимо свой взгляд да была современная нам РПЦ в РПЦ все прекрасно знают но поскольку РПЦ была в доле с интеллигенцией все последние 150 лет и весь бизнес РПЦ построен как раз на обмане населения захваченной России то РПЦ выгодно молчать о настоящей истории захваченной России вот что и требовалось кстати доказать ну ты знаешь у нее свой особый взгляд и не все с ним согласны то есть другие исследователи похожие статьи пишут вот у нее например да действительно у нее очень много данных и кстати говоря тот же Алексей Кунгуров в общем-то с ней общался и очень часто ее раньше упоминал в роликах потому что он именно с ней общался информации много у нее получил да и интересный и вообще ее статьи как-то по-особому написаны да и не всем они будут понятны то есть я не знаю но я уже заранее не понял да вот причем тут Россия в скобках армия так читать нет наверное читать не надо не буду я уже увидел тут интересные такие высказывания за которые можно и по шапке получить во-первых непонятно что тут как это все связано с РПЦ во-вторых как связано и так язву государство светское у нас на РПЦ всем рулит вот как-то связано да я не об этом я о том что собственно говоря РПЦ никаким образом не участвовала в советские годы в создании каких-то там исторических вещей да не подожди речь идет о 1850 годах о 19 веке ну знаешь вот если ты говоришь допустим если ты или другой исследователь говорит что вообще не было ничего до конца 19 все появилось только потом тут стоит вопрос каким образом тогда что-то и кто тогда занимался допустим рецензированием созданием фальшивок мы же тоже этого не знаем и вот так вот просто утверждать требует каких-то доказательств подтверждений а мы же не знаем какая вообще религия была да та ли самая или что такое древле православие которое может отличалось по обрядовой стороне по вообще по всему в церкви вообще были разные там одни такие другие вот очень жутко переделанные из ведических каменной церкви да например там на Новослободской есть такая я же уже показывал давно это в роликах да что там она совсем по другому просто здания из которых потом церкви сделали их гораздо больше со всеми этими символами славянскими была какие-то там идолы стояли каменные а сейчас приезжаешь она просто каменная церковь вот такая то есть там все так убрано да просто выбрито все что было раньше так что тут вопрос еще такой а я хотел показать у нас здорово здесь приводят вот эти каменные улочки да вроде как все каменное все такое тоже древней старинной но вот ты же любишь обращать внимание на материал да посмотри материал какой из чего все сделано вот во первых это можно сказать такое же фактически да ну просто вот по сути дела это межпотопное все сделали да все и получается так то ли они поверх уже делали потому что вот эти улочки вот это например крутая лесенка да явно на занесенной вот этой части то есть там глина внизу просто поверх положили сделали каменные лесенки и и все прорезали вот видно что вот эти арки да они здесь были полные а почему здесь половина арки и дальше стена только еще момент да и вопрос реально ли межпотопное скорее всего послепотопное если была она межпотопная помнишь мы с тобой тоже находили некие фотографии где раскапывают здания да а у них уже окна заложены понимаешь то есть были окна их заложили а потом их опять засыпало вот эти здания есть скорее всего межпотопные а вот такие они они вот как бы в своем ансамбле да явно что-то под низом есть но восстановлена только вот эта часть скорее всего да Женя она восстановлена потому что вот это уже песчаный цемент его видно очень хорошо давай попробую увеличить на весь экран хотя на самом деле друзья скажу что почитать ее работы Сандры Римской полезно там вы сток почерпнете интересно да и даже можно долго-долго поразмышлять даже попытаться все это свести с официальной истории с неофициальной истории и просто долго придется думать и как-то попытаться какие-то найти можно сказать даже соответствие или несоответствие ну но многие вещи я тоже до сих пор не могу понять что там за карусы армия карусы что за красные генералы что за страна армия да но она утверждает что войну славяне начали ты понимаешь и ведут до сих пор могу сказать так первое что написано там что прилетели два корабля громадных в 14 веке и просто расколбасили все на земле камни летали как щепки по воздуху вот они прилетели все разбили в принципе ульи есть похожий ролик на эту тему и очень похоже на то что просто а те кто уцелели они там где-то глобальная бомбардировка но не 14 век это все-таки был их последний раз первую атаку мы отбили да действительно было две и действительно похоже на то две причем написано что Жень я закрою сейчас этот сайт я не хочу подвергать опасности свой канал хорошо вот какое у нас мнение это другой вопрос но показывать говорить зачитывать я ее не советую нет а мы не зачитывая мне просто картинки вот эти вот нужно было но опять же там видно что это восстановленное причем далеко не давно но что еще нам прислали наши зрители ну вот можно залезть ко мне в группу и очень много всего интересного найти а сейчас я хочу прислать я я скину вот эту фотку я думаю что даже у меня в группе можешь ее найти кстати вот пули снегопада выкинул по поводу стонхенджер ну там так еще ясно да действительно может быть я больше склоняюсь что это это и есть как раз закладка стонхенджер это никакая не реставрация тем более тут вопрос встает очень серьезный это же блин запретная зона военная да скажем так военные ну как владели этой зоны и стонхендж стоит именно на их территории понимаешь и построить эту фигню могли в любой момент что-то такое рано есть смысл какой-то должен быть то есть состарить ну какой смысл смотри прикол да это друиды или кто или верующие как-то нестыковочка между магами короче да и теми кто ну отвергает магов не принимает нормально так всегда как бы там не крути да как что не крути ну вот я скажу одно что на самом деле вот эта фраза что миром правят жрецы а не какие-то там Ротшильды это точно вот я вам просто что называется отвечаю с чего ты взяла что Ротшильды не жрецы ну кто и знает ну какие они там жрецы они больше финансисты какие-то хорошие банкиры то мешает командовать всем они командуют выдачу вы такое еще один хороший пример того как крепостные зубилами зубилами медными вытесывали да такие шедевры буквально на коленке что-то мне подсказывает что это очень крутой перенос настоящего человека то есть заливается чем-то иначе может это вообще мертвый человек понимали того его залили и все окаменел то есть реально девушку посадили чем-то облучили она окаменела иного варианта нет потому что наблюдал много статуй там и родинки даже есть и жилки все это офигеть просто это возможно если делаешь слепок понимаешь слепок либо заливаешь чем-то я к чему и веду совершенно верно это как бы реальные люди нет такого абстрактная красивая девушка либо абстрактный богатырь какой-то там геракл нет такой что каждая статуя человека конкретного копировала потому что рисунок вен повторяется родинки волосы и все остальное то есть ну нет такого что просто что-то абстрактное если есть то мало наверное вот смотри но я опять же я блин вот все хотел хотел обещал обещал я все-таки это доберусь вот руки дойдут у меня ну правда некогда я знаю как вот эти рюшечки сделать именно такого вида понимаешь знаешь да из мрамора да нет не из мрамора но очень сильно будет похоже на это может быть и это то же самое понимаешь потому что такое блин ну я не знаю но это мрамор это мрамор еще если приблизить все это то ну допустим вот если уж фантазировать абстрактного человека лепит нам ее сломать не дадут и проверить но это даже и не надо есть что ломать то нос можно было бы и покрасивее сделать но это платье надето поверх вот этой статуи и потом сделано уже превращено в вид мрамора это другой настоящая может быть я говорю окаменело что-то может быть то что составных полно статуи то есть причем заретушированных это факт то что у отбитых рук в три квадратные отверстия есть того что даже есть арматура металл и пустые пространства то есть как надели на что-то а потом вытащили то есть технологии были какие-то видно что это технологии производства определенной из частей в том числе то есть как-то заливали потом соединяли потом вытаскивали железо соединяющие это все очевидно много того примеров и то что потом как бы части тела одежду одевали и дошлифовывали тоже есть примеры но как бы это все крепостные делали в лаптях космический челнок аппарат какой-то или просто космическая база на луне где-нибудь но это наш челнок а вот в болгарии есть замечательный памятник где тарелка изображена и написано забудь свое прошлое да круто конечно так веста привет я тоже сейчас не всех тут замечаю сразу друзья спасибо что вы с нами что вы пребываете давайте давайте смотреть вместе много интересного присылайте вы друзья наши зрители это замечательно вот мы все это и рассматриваем точно дариус эх лапки да лапки мои говорит оля оля ольга мягкого спасибо за супер чат и твистеру спасибо за помощь тоже я забыл сказать потому что мы тут обсуждали а вот это что это че тоже это часть статуи или что это часть видимо остатки нас может быть целиком выбил когда-то был такой вот страны друзья это на нем какая-то эта майка одета красивая вот вам антенки так какие смотри так же неявно не смотрит картинку сейчас бух сказал я смотрю я просто как бы и смотрю и пытаюсь отвечать на что-нибудь ты видишь ты можешь отдельно открыть еще один браузер видишь как у меня сделано это отдельным браузером вывел чат слушай вот когда ты это открыл могу сказать сразу нам в голову просто забили этот нотердам я сразу думаю это что он что ли а ведь это не другой совсем собор и ты правильно обратил внимание на эти антенны опять мы видим здесь тандем из двух из двух вот этих одинаковых башен то есть это все обязательно как бы они в тандеме работают вот как вот это коллинеарная антенна да и они в паре как в этом в камертоне там же два да то скажем разделяется на такая двойная вилочка для резонанса да здесь ну здесь конечно посложнее все будет да ну собственно говоря отчасти так и есть то что это пент хитации таких в оксварде зданий их целая куча полно даже в киеве такое есть да и в прибалтике но везде и крыша у всех из свинца больше нечем было покрывать абсолютно нечем сам это сам тяжелый выбрали до броса материал и ваш под ногами буквально полно ходит в европе одно месторождение всего это слабенькое кстати интересно вот на оригинальной надписи дата указана как она dmdlx за ногой не видно в общем это либо 1060 либо 1070 год где первая d отделена точкой от подлинной даты таким образом настоящая дата 60 70 год видимо Рим был начальным пунктом по искажению дат после планетарной катастрофы Петр первый был замыкающим в этом процессе звеном переписал вместо 1 января 7208 года от сотворения мира считать 1 января 1700 года от Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа да ребят верующие отвернитесь потому что за ваше психологическое состояние я ответственности не несу насчет декровки это да это ясно что все переделано да еще и не раз так что но я думаю что мы никого не оскорбим потому что все верующие в этом чате вот наверное трансляцию не должны смотреть церкви же для того чтобы помолиться все так а поскольку сама цифра 1700 1700 взялась не на пустом месте а была четко привязана к цифре 60 либо 70 с картины с подлинным изображением даты то тогда можно рассчитать приблизительное появление Петра Первого во всплывшем Санкт-Петербурге короче 700 год минус 1060 1070 60 и 70 год равно 640 630 лет видимо сколько столько понадобилось времени чтобы навести относительный порядок в основных частях разрушенной панагеи да панагея перед тем как добраться до СПБ а на современном варианте в этой надписи указан вообще от фонаря дата 595 год вот она эта картина с оригинал посмотрим то есть даты вот здесь где-то их не видно полностью интересно ну о смотри художник ты понял набивает тут рисунки свои слушай знаешь интересно какая-то простоватенькая да то есть вот это реалистичность ну так себе хотя вот что здесь нормально да что здесь то что трехмерность чувствуется объемность все остальное я бы сказал уступает всяким там художникам возрождение да нет луч света но 1700 нет тут немножко все будет по-другому тут вообще не поймешь даже что на монеты можно посмотреть что еще тут много чего в этом мире такого странного но это не 1700 лет тут как бы там не 2000 сейчас лет я вообще предполагаю что у нас ну примерно ну 400 допустим год нашей новой эры от чего считать от последнего от последней катастрофы не ночью крайне это было 200 лет назад это понятно а вот раньше как лет и члены мы не знаем примерно но если по нашим датам смотреть 1700 год будем так говорить по фоткам значит 7000 года лета произошло это все тоже бог его знает опять видишь бог его знает вот как нас запрограммировали да ага ну матрица мой бог что было и раньше я же не сказал христос что-то там либо будда друзья то что на нас на всех крест положили это факт друзья спасибо на нем крест поставил уж подождите я хочу поблагодарить за суперчат в 10 евро да я не ошибся я так думаю что это наверное наш зарубежный зритель и коллега возможно да огромное вам спасибо я даже не знаю как ваш правильный ник произнести если кто сможет прочесть как-то смотрите пожалуйста все самое лучшее да спасибо вам а сейчас вот ребят наше прошлое самое что ни на есть да и обратите внимание на старом здании на остатках старого здания установлен деревянный дом и опять остатки не за старых зданий верха деревянные я его слепила из того что было называется смотрите окна двери вниз идут но чем вам не затопленное здание так евгений да у нас уже 13 минут второго что-то мне подсказывает надо потихоньку закругляться у меня и так сегодня веселый день прошу 2 часа уже идет 2 часа 8 минут вот тоже интересная картинка фиг знает какой год а дом уже наладом дышит как говорят смотри как гуляет сюда что-то долбануло нафиг глянь аж прогнулась здание прогнулось ничего себе так далее знаешь вот я такое наблюдаю часто в Москве в той же много таких зданий с гуляющими с гуляющей конструкцией то есть она как бы такая волнами идет у меня первый вопрос всегда возникает как им удалось его оставить то есть восстановить чтобы оно до конца не упало ну я бы не сказал что это большую сложность представляет Женя ну вот буквально представь себе что фундамент допустим где-то это даже стиль можно выромыть металлическими балками да с двух сторон стягивается болтами вполне прекрасно можно все выровнять это пол беды но когда храм по кускам собирают и потом говорят что он древний да хотя видно что он из разных материалов из разных кусков собран вот это вот фантастика это я говорю про всех всех святых на кулишках знаменитый храм который имеет внизу еще два этажа каждый по 4 метра по 4 ну не по 4 но по 3 точно каждый этаж по 3 метра сначала один смотрели даже деревня построена на остатках зданий да и выдали за деревню ребята деревня приехали ребята построили на всем этом деревянные домики все деревушка кстати мы смотрели даже вот такой вот сфинкс был фото 1942 года прикольно как-то куда убрали вот этот подбородник а ведь до этого лет 70 назад этого не было да вот интересно тоже момент ну да это как вообще расценивать так в эти картинки якобы наполеон возле сфинкса тоже такой фигни нет то это извините меня вообще начало а какое начало это конец 18 век по-моему тогда он в египет попал или в начале 19 ну по истории так вроде как в начале по сути может быть и корсу второй половине ну вот посмотрите на этот храм ребят ну блин это это всего лишь крыша блин от огромного здания ну разве нет слушает какой год вот это данная фотография 856 написано это здесь еще не откопано кстати площадь да вот видите что тут тут она видно уровень выше то есть вот эти стены кремля они здесь еще кажутся такими маленькими сейчас они повыше ну что культурный слой ну как можно культурный слой самое интересное говорите культурный слой который строится на бескультуре то есть я уже говорил коняшка сдохла понимаешь какашки всякие все засыпается нафиг вот это культурный слой от бескультуре ништяк да вот такой парадокс ну что центральная площадь страны практически это уже после а еще еще до перенесения столицы но все равно сердце россии да наверху что и дворников не было вообще знаешь вот тут вот действительно как-то бывшую здоровье я посмотри сейчас я покажу вот 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 человек смотри видно видишь я не вижу вот человек вот он то есть такая вот полудня тут действительно но видимо знаешь как как бы это объяснить допустим панорамные фото возможно делали с долгой выдержкой чтобы получше качество получилось мне кажется это вечер смотри как свет идет тени видишь как ведут да свет и тень значит либо утро либо вечер мне кажется вечер четыре или пять часов а ну что у нас тут смотри либо без десяти четыре вечера либо без десяти четыре утра но я думаю вечера потому что я был на красной площади спиной в мавзолею отсутствующему здесь сидел и мне свет также светил и это вечер но подозрительно вот я сидел восемь вечера тоже летом и у меня также солнце было очень странно что-то странного у нас и времена года были совершен жени ты помнишь был на красной площади как солнце было какое время вот вспомни самое позднее вечером ты был как солнце было откуда верни назад пожалуйста надо подумать надо подумать ну не самый поздний когда солнце уже не было я-то расскажу днем ты откуда солнце было так надо подумать со стороны кремля во да ты кто точка время года надо знать это лето тут скорее всего лето нет не мы ничего а может быть это такая зима теплая мне кажется немножко изменилось что-то чуть-чуть я опять же скажу тут момент стоит такой стоит что опять я за обращу внимание опять блин я сонный уже ребят язык уже не работает нормально я вот о чем хочу сказать видно же что это всего лишь макушка верхушка здания всего лишь вера как и сейчас представьте да что внизу вот тут справа крыша как у библиотеки этого конгресса елки-палки один в один фактически с двойным куполом смотри и сейчас это здание снесли много чего снесли там специально снесли очень много о 1800 год Елисеевский на акварели Алексеева смотри а тут у нас асфальта нет я так понял нет брусчатки я имею ввиду но это же 1800 год опять же лапки вот на арку хватило кирпича смотри что на арке какие-то растения что ли не нарисованы кресты на церкви допустим в профиль ладно а вот на брусчетку не хватило ничего на дорогу а эти здания тоже такие же явно кирпичные обложенные это ром можешь вот этот в поинте открыть тоже вот этот вот данные открыть или в программе улучшай чтобы добавить земельки потом а земельки зачем а потому что чтобы показать насколько еще можно засыпать вот это здание глины потому что очень много таких как раз есть вот где вот прямо под основание под основание этого вот так вот так вот до колоннады и получится просто классно получится а вот сюда ступеньки добавим и аля вперед вот он вам этаж да и так вот убрать здесь появятся ступеньки вниз да 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 я видел кучу хочу видео сделать в питере много таких зданий где вот эти колоннады начинается со второго этажа со второго по россии полно таких зданий где вот эта колоннада идет в землю прям еще уходит туда так называемые дворцы пионеров там и чего угодно луч света его и не было и раньше не было и восьмисотом году не было еще раз покажу медаль за взятие москвы москвы наполеоном на поле кем-то картинка на поле им ягу друзья покажите мне православные кресты 1812 год хотя бы христианские да хотя бы какой-нибудь солярный знак вижу или саларный как хотите называйте увеличиваю вот она саларный знак где тут крест православный а что здесь сделать римский вот этот орел ну как римский наполеон же видишь наполеон написан и мол знаешь вот сюда римлян представить в латах вот тут рядом в шапке и он держит вот эту хрень и без штанов которые входят в железной юбке в железных шортах и там юбка как юбка и все в сандалих там еще раз повторюсь я сто раз уже говорил на каждом стриме друзья многие пишут блин мол типа французы либо итальянцы да там они не знали как выглядит православный крест да нифига подобного в этих странах как говорит официальная история тоже было христианство нет друзья если они побывали в москве естественно они знали как он выглядит но почему-то здесь изображен вообще что-то другое то есть это вот те самые антенны изображены здесь вот и все ну нет здесь крестов вот как хотите крутить даже не не вилочковые хотя есть гравюра да там именно такой ломанный крест да с такими усиками загнутыми по двум сторонам но это тоже естественно скорее всего не крест а что-то другое ну антенна вот а тут тут видно а на картинках нарисовано понимаете и башня здесь другая и часы здесь звездные ну и так далее то есть полно всего того что поинтереснее даже медалька выглядит более четко все видно ну где нет 1812 год в каком там веке крестили Русь хотя это коллинеарные ступенчатые антенны коллинеарные видно что по четверти чего уверен если такие антенны сделать то вполне прилично принимала бы аналоговое телевидение если таковое нам оставили они все будут принимать да и вот поэтому запретили ртутьи и шарики обязательны вот есть на канале Тиртха как бы к нему не относились но у него замечательное видео вот крайне вышло про то где заряд в конденсаторе и почему без в электрофорной машине без шариков нету искры вот он он так спрашивает где тут заряд как в конденсаторе так и в шариках ищет потому что без шариков он долго крутит электрофорную машину нету искры вообще без шарика никак и не будет без формы где заряд да и форма тоже помогает и об этом могу попробовать перезарить себе на этом шарики везде нужно слушай Илья вот как ты думаешь тут в этом тоже так больше разбираешься а если вместо шариков сделать стрелки ну как вот острие у стрел получится ли не будет потому что емкость то есть именно форма должна быть нужна форма да она собирает заряд первые у Теслы и прочие первые вот эти вот якобы первые опыты с электричеством везде шары везде ну это то это да что есть то есть наши резонаторы вспомнили любимые шарики ступенчатые от большого по маленькой что в Индии что и причем не важно сквозь материала важен форма шар формы направляется эфир то же самое верхушки колонн торианский этот и прочий стиль коридовский неважно какой там вот эти завитушки тоже неспроста такой формы друзья кто владеет немецким будьте добры переведите слушай погоди а здесь что изображено я не понял Пруссия блин 1842 нет и посмотри ни одного креста православного нет вы посмотрите что слева значит полностью целый собор а справа Илья обратите внимание да справа разрушенный типа побили победили не посмотри вот эта стрела падает как вот на том самом видео трансляции разрушения нотр-дам это как это как не похоже здание это какой год это что предиктив программе мы видим программирует будущее это 19 век ром да ну вот написано последняя дата 1842 начало написано 27 сентября 1322 далее что-то написано опять я в немецком вообще дуб 1500 год и последняя дата 1842 года обязательно ее прямо сейчас сохрани Вильгельм 4 27 сентября 1000 какого-то 22 нет это что уже 4 сентября 1842 смотри справа 27 сентября где а вот это 1322 год то есть медаль начинают строить фон Пруссия ну то есть Карл Пруссия Вильгельм 4 получается уже 19 веке они нам показывали 19 века ребят что случится я это сохраняю что случится в 21 ничего себе ребят скидываю я не знаю появится у вас не появится так потому что супермозг который нас завоевал он принимайте он программирует события на столетие дурить я не верю своим глазам но это так и есть вот как здесь показано это прикольно но это к видео в предиктив программе на это еще одна серия видео ждем дождение кипяточку сейчас налью как когда слишком много материалов ты не ругаешь что я спешу с пушками ну ладно нет нормально нормально сейчас еще Рома сделает видео друзья я думаю всем вам понравилось и кстати под моим видео есть ссылка на два видео которые уже у Ильи на канале Целеназор обязательно смотрите там я просто там что-то говорю показываю да он конкретно пушки показывает и даже примеры экспериментов так что обязательно там посмотрите очень интересно потому что волновое оружие вот пример того как это все может работать то есть если ударить по коробке с круглые отверстия пустая картонная коробка то оказывается вот если просто взять подуть мы свечу на расстоянии 20 сантиметров с трудом через метр мы вообще не погасим но если это же усилие оформить в виде вихря то маленькое количество энергии пройдет через всю комнату на расстоянии 20 метров 50 люди сшибают целые стены из картонных коробок если кто-то не видел видео посмотрите обязательно посмотрите это особенно это касается всяких троллей хотя я уверен что они смотреть не будут но если у людей скептиков которые критики действительно хотят разобраться а возможно ли это друзья еще как возможно тесного слова просто посмотрите примеры в наше время все это спасибо нашим западным исследователям у них видим как раз время полно и денег чтобы проводить такие масштабные эксперименты опыты они молодцы они нам все показывают люди занимаются своим хобби и просто у меня куча времени я просматриваю кучу других вещей и это не связано с реальной историей эти же опыты которые я показываю люди ничего не знают про пушки средневековые они делают свое дело я просто привожу пример аналогию и все единственное что у меня пока приходит на ум это я вот тебе уже говорил давайте давай я куплю медную трубу может быть чугунную где получится найти как-то их совместить и ну надо там опять же нет нужно обычную пушечку взять мы не повторим где-нибудь в музее и долбануть по ней молотком и на выходе померить звук и бумажку просто приложить к дулу и посмотреть что вылетит из этой насколько далеко улетит придется искать настоящую пушку я что я говорю а полно же музеев и наверное кто-то сторожем в музее работает из наших и может сделать такой замер а я вам сейчас кое-что покажу чтобы вы немножко увидели тут вопрос конечно встает маленький что это это предел на пушке или это остатки чего-то что это может быть и пушка же не обрати внимание двойной шов с тобой общались это похоже на пушку да несмотря на то что там древний римлянин изображен и подставочка то есть пушка стреляла куда-то в небо а почему дохлая лошадь а ее убило выстрелом а смотри то есть кто-то летит еще и тоже атакуют опять же звуком враг дует сверху да чем-то а он кто-то защищается и вот пушка и убитая лошадь свидетельство первого наверное удара пропущен а это человек защищается что написано еще ретрает армия отступления армии и всем это миллиниум 1000 1000 ccc центре 13 2 на 12 12 и 3 ccc ccc 33 центурии 300 312 d соответственно что у нас 10 но 1312 ам миллиниен не слушай это нечет не то не то да нефиг вот ваде вот дурь всякую верить это тысячи 312 год ну якобы но это не может быть кстати там вдаль еще пушечка вот на лафе да 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 на это не понять это не лафет да это просто какая-то передвижной средств дерево просто дерево без листьев без всего какой-то ну обглоданного можно сказать одно одно причину и пустая такая ну пусты не как вот пески такие вокруг ну то что пушка на задней фоне это факт слушать не воздух это что-то смотри песчинки пищевизы да или что это что-то падает картинки первый потоп медаль по поводу победы в первом потопе 1 на есть симвона какие-то образ на оба крануника забрать все ребят я уже сохранить надо бы забираю слушай интересные очень добрые монеты такая это как о николай вот кто вот на предыдущем в монетке места медали был наполеоном а кто александр из каких пор и наполеон либо александр летали и почему они в греческих одеждах всех в греческих или римских пофигу а может русский о смотри картинка там лампочки вот это на монет картиночка смотри на чем на роли уничтожают короче оператор рой ваджеры в руках да еще и молнии всякие там кто-то сверху летит дай кого-то убивает массово людей без одежды баталия диджейна или что-то вена савена битва типа нет дэза питает жена и 316 ну это в типу джина можно быть может и двина быть дэнон ги ну жанна тарк весь врач и ну веновин так это и есть может быть дата первого потока но смотри-ка какая дата м это миллиниум тысяч потом д потом три центурии тоже опять таки 300 и 6 306 посмотрите картину джона мартина кто такой о чем рисует ну хотя не ли ним это миллион может быть как вариант в общем да да это десять тысяч лет д тк 10 апокалиптические да что то в этом духе ох ты прям стена какая-то водяная а нет это резина короче и не 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 это две как говорится ну горы пещера какая-то что да вот пещера в них прикольно во смотри вот это уже что-то такое да сверху смотрю как бы обрушиваются как вот волны такие в водяные просто ну как солнце светит это день заметь ну она скрывается за ним постепенно то есть они как просто небо закрыли это все но это немножко да странно он как будто сам не был но как-то пытаюсь что-то передать какого века рома чем ром поищи пожалуйста бузлу джа болгария еще раз по буквам бузлу джа болгария памятник да вот он вот он вот смотри что он не изображено полетели тарел и дальше дальше да да и дайте дома вот где надпись на ней нам риску давай надпись поскольку так надпись памятник надпись на одном из этих есть вот перевод не но я прошло прошлое да вот до какой наглости наши захватчики просто дошли охерели это худ спа это не то слово что такое явно силу неважно какая сказка официальная есть они показали то что надо и говорят забудь о своем прошлом а ныне вот это то что вами ролит свое транспортное средство ты забудь прошло кстати говоря доля правды в том что показано в уж гарри поттере как они летают и на чем да это есть подожди верюши нет вот там примерно и такие есть владимир никитин в общем сейчас я зачитаю его вопрос но тут я такой же вопрос могу задать блюда и вам дорогие подписчики в общем он пишет вот вы лезете в давние времена у меня есть вопрос поближе во время блокады в ленинграде работали заводы и выпускали и танки и оружие вопрос откуда бралась топлива и металл для производства мне это тоже крайне интересно самое интересное что была дорога жизни до через ладожское озеро вот вопрос почему немцы не воспользовались ситуацией ну это первый вопрос почему вообще питер остался его даже не бомбили обстрел и пыли есть важен у нашего у сначала была роза договорня сама первая нулевая . а ее потом перенесли кстати пулковская лаборатория да потому что это самый длинный мирян это первый вопрос второй вопрос электричество для всего города и для этих же производств топлива для производства не знаю что такое но допустим электричество нужно огромное количество откуда оно взялось никакой газ ничего не было это второй вопрос третий вопрос все-таки уморили голодом город мне кажется уморили хочу рядом делать вот эта башенка вот вот еще один вопрос которым я хотел прийти на то есть явная нового явно хвост сделали написали мне кажется это символ тоже раскрывается в разные стороны и прийти символ другого нет нет мне мне кажется это не не техническая часть она луну нету хвоста как такового мне кажется это символ того что она спустила сверху звезда и сужение снизу то есть вот падение типа и забудь свое прошлое мы вас прикрыли и вот на этой мажорной ноте я предлагаю реально закончить стрим ибо реально поздно да я сейчас объявление сделаю друзья ой давай сейчас сделаю ох как сделаю уважаемый федор горбачёв откликнитесь вот миха пират даже написал ему вот я написал выиграли видеокарту письмо письмо на почту я вам отправил блин ну как так ну может еще не прочитала может и не нужна правда ну не знаю написано что тут гих на каляву дайте мне мне карта нужно ладно я думал он тебя услышит да но ничего первый блин как говорят комом да да ты в сообществе просто оставь сообщение все своем ну что соратники рома то давай за вашей даю о о о смотрите чё сотворили вот как знал вот смотри это видишь как картишка исковеркали верни как на медали одно блин а на картинке нарисовали другое но молодцы но умнички просто блин ой завидую я все-таки историком дорогие друзья ой завидую у них такая творческая работа бля это сколько надо понапридумывать потом нарисовать ну ну кайф работа причем за халяву живут за халяву на наши же деньги нас и обманывают обалденная работа вообще честно вот это конечно здорово данными на настоящими дали одно здесь все нарисовали крестики православные крестики православные добавили ну вот вот как-то да кстати столько медали уже не переделаешь блин ошибочка ребят ошибочка да я бы не сказал что прям православные просто как-то корявы даже их начерикали еще но были ступенчатые такие и нет три яруса тут две одна маленькая вверху вторых через равное расстояние здесь что-то вообще полумесяц они нарисовали смотри ягри православный крест нарисовали все блин да ёханый бабай слушай ну вот 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 она медалька вот ребят вот тут переделайте пожалуйста блин как-то нестыковать получается класс я тащусь вообще с этой история вырим а войну не вы я я не не собираюсь обобщать некоторые просто где нас обманывают где нас историки обман вот везде куда ни плюнь везде обманутся конечно ярко прям просто а это что такое бунт 2000 мундес чего бундес републик до дочленд ддр ддр с полумесяцем наверху а ты кто франция полтора евро это новые 2000 до 2003 года полтора евро мансер одна целая одна вторая евро чё тебе это наверно гонку есть скорее всего хотя не факт ну в общем о блин да пацаны ну вот как вот можно закончить когда такие вещи вот это вот давай посмотрим посмотри крепость звезда вот они ребят вот что у нас осталось от крепостей а то и того не осталось вот они какие они были видите какие крепости звезды были понимаете дачу в несколько обороны суд эти много ярусов и самое интересное это понятно что фрактальная форма несколько линий обороны но самое интересное что к в качестве меры по не знаю чем-то что уничтожает против этой крепости показали пушки которые стреляют порохом уже подделка вот они потому что против гранитных таких монолитных конструкций многотонных порохом стрелять во-первых не долетит там максимум 500 метров во вторых толку но толку я показал свое видео что происходит с ядрами когда они сталкиваются со стеночкой ничего не с ним вообще смешно они даже не могу смешно они из данные ребят если вам скажут что крепости звезды на территории допустим наши государства были деревянными плютим в лесу будьте добры но это не призыв действует не хочу метафорическое выгнатенко вызвать и пленать потому что он так и говорит что он на страну одна крепость звезда из этого все остальные земляные и деревянные это в любой стране максимум мусочкам это сложно делать и 1 в японии тысячи их каменные пускай это будет на его совесть каменные крепости звезды да 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 ну вот где то тут убирают в основном каменные 1 или лошадь именно такими и были каменные крепости звезды вот ромаш проваш Aufgabe там смотри щелевые антенны явно как и на петропавловской крепости под вещи или которые на по определенной длине волны как-нибудь надо сделать видео я там уже подходил с ним везде одно и пожалуйста процесс аут везде строили кто-то а у нас блин суворов строил блин и причем везде разные где-то с камня где-то короче с этих с бревен до бревнами против пушек только дебил будет нафиг защищаться одним словом есть сказках что пару таких крепостей построили просто на привале за ночь чтобы просто переночевать отдела шли дальше да так это за часочек набросали быстренько накидали а потом пошли дальше зачем-то потоптали ножками до чтобы за сотни лет это все не развал того что построили они в том что внутри умудрились это все засыпать внутри и как мы звонили дорогие друзья это всего лишь ров малая часть огромной крепости звезды огромной в несколько ярусов они были а куда они делись дорогие друзья меня больше куда дели то что было в центре это катушка стояла который все эти вибрации которые фокусировались в центре вот фокусе что-то стояла для того чтобы силовое поле делать вот куда это все делать классно вот этот звездок и вот смотри я больше чем уверен капни глубже мы такое там найдем но у нас не к рядышком сразу ставят охрану делают музей берут за это денежку за эту денежку строят нам историю как вы видели что я записал городе азов да это в лучшем случае потому что гранитные вот эти сооружения не снести слишком дорого поэтому делают а чаще всего это отдают военным которые там какие-нибудь казармы ставят и доступа них что в германии что у нас что в японии это либо музей либо принадлежит императорской вот хоккайдо там так классно есть вы еще много есть таких классно огромные звезды это либо королевская звезда крепость либо военные все это забрали веселуха причем неважно в какой стране до на привале эти тоже на привале были до камень выстроили шикарно да блин посмотри причем заметь ров сделали вровень со стенами с другой стороны водичку то налили еще что чтобы стрелять лучше подида да да наверное в своих этих шлемах таскали туда и и при чем проживаем воде водичку ладно но вот на одном уровне делать башни с окружающим пространством вам проще насыпать и типа на горе сделать же подстреливаться но нет мы не ищем легких путей действительно или как проводу до что вот там вода чтобы пить ее да но ты попробуй набери монтжук замок шук монтжук или д этом мне видео ты попробуй демон чук он монтжуик он же давай монтжуик она дальше дальше это все мелочи то есть казалось бы крепой звезда да странно но это явно не за полчаса сделали не за ночь а вот теперь на пире это карты google и тут уже видно но спутник да вот тут на сейчас вы стоим вот она крепость она да 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 кто-то нашел в виде оборонительных сооружений с одной стороны чтобы обороняться да сзади на с другой напасть не могут просто а зачем ты чем причем заметь по контуру идет стадиона ряд ну как везде да в россии на примерно звездах обязательно стадиона ставишь понимаешь честь военного было надо было идти четко в лоб понимаешь а так это же бесчестно понимаешь вот рыкарцы них привал не значит никто на них не нападет самое удобное время это привалу солдат а теперь смотри вот по контуру мало того что в половине на еще и свидетельство ядерного взрыва который остановил это крепость своим полями вокруг нее смотри как идет слои то есть выдавило не просто ядерным срывом термоядерным скорее всего придвинула океан и от половине лата как отрезала как пират петропавловская крепость она тоже гранитная наполовину ее как отрезала потом восстановились кирпича то есть во время первого наезда она тоже такой же было вот приблизь приблизь и смотри я вот хочу посмотреть масштаб высоты да она могла заходить это где-то три километра был взрыв и она стоит вот как раз в эпицентре остановила я уже считал смотрел это дак термоядерный не думаешь что как раз они наоборот и стреляли вот по ним и стрельнули да но она вот справа он чаще справа был и вот это это сколько но это примерно миллион тонн гранита и половина этого испарилась просто отрезала взрывом придавила видишь вот эти вот разводы дает как поднимается вверх земля ее всю всю эту территорию вдавила взрывом это какие должны быть силовые поля мощные чтобы остановить этот взрыв это охренеть это петропавловскую крепость тоже отрезала он там был меньше взрыв посерия примерно посчитал там маленький вот тут вот четко видно еще несколько таких я знаю по всему миру то есть кто-то мне может рассказывать что до крепостные и все прочее так заслужил трогайся был суворов да понимаешь он еще сальп спускался кубарем в перемешку короче лошади люди штыки это все вот такой вот ну ты представляешь как можно было победить только испугать врага а что может испугать врага как ком с мясом понимаешь тут видимо форум павший с горы вот тут на врага пугала форма крепости все пятишестиконечные фрактальные а тут подошли странная форма ну ка не будем и штурмовать тем более сзади где нету крепости где нет стены и можно легко подойти кстати да 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 не лоно на все историки скажут что это остатки только крепости звезды потому что была еще часть день и хватило я понял строя на половине остановились причем близко с речкой чтобы можно было бегать с ведрами или но я не знаю вы море сальянного течки попить набрать вот ну ладно да не дарюс это не волнорезы на этой минорной это моя пользуясь моментом пользуясь случаем хочу обратиться к подписчикам друзья помогите каналу на бензинчике желание смотаться еще в ставропольский край пару мостиков которые засыпаны записать и меня интересует тоннель в горе я когда ездил опять же на веселовский николаевский мост я обратил внимание что от трассы короче но может бы километра три-четыре там поля видно гора и туннель в гору идет что за тоннель фиг его знает вот тоже интересно было бы его запечатлеть на видео так что если есть возможность есть желание помочь каналу цифры на карту сбербанка на донейшн находится у меня на канале глобальный вопрос лайв стрим в описании под видео заранее буду вам благодарен и да и скорость не скоро по этим как раз крепостям звездам выйдет видео то есть я соберу кусок ставропольского азовская потом что у нас блин уж лобинск вот как то так но я может быть про петропавловскую крепость в питере сделал короткий ролик еще да друзья и кто сейчас тут видимо атаку на мой телефон производится смысле но не пытайтесь пожалуйста мне тут затроллить там всякими сообщениями а чё на телефон да всякий граб яндекс еда еще какая-то хрень ну и чего дальше а эта программка слушай а я знаю фокус такой эта программка она же издает того кто и и включает у себя на компьютере это такая программка она может отправлять сообщение как от яндекс такси так еще от кого-то нет нет звонок да 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 веселитесь друзья проверить можно очень легко тролли веселитесь все равно очень добьетесь что хотите делать кишка танка да и кстати такая вещь пробивается может спокойно сейчас звонить оператору они сейчас точно про и пробьют местоположение человек а сейчас потому что они все связаны во первых и телефонной компании и интернет-компании они тоже друг с другом связаны понимаешь дальше друзья сейчас все сделаем не переживайте тут все очень просто программа давно уже как говорится из же раскрытая пережевана между прочим разными людьми которые управляют там чтобы такой таких вещей не было вылавливать таких ребят сейчас сейчас позвоним в авто и район имеешь ввиду кавказская сама именно и лишь или куда что кавказка напиши да вот написали рома в кавказский район случаем не собираешься нет но я просто вслух не озвучу этот ник понимаешь я так понимаю что он значит вот напиши подробнее просто куда именно вот так что давайте еще минут пять немножко подождем спам атакует да я бы сказал то это хрень а не спам я серьезно говорю это программка она малые дети атакуют просто не за как все достать видимо я так уж просто как вот напоминал очку такую раньше по телеку пока в одной какой-то программе показали или в новостях даже показывали что вот такой программой коллектора атаковали 03 помнишь такое было вот когда звонки не звонки они не могли вообще от больных то есть 03 не могли принимать звонки потому что на телефон шли звонки на телефон шли но sms не шли но звонки шли на этот номер потому что номер был городской вот так нашли друзья нашли очень легко айпишки бьются вы ребята если с мобильника да допустим на мобильнике у вас есть интернет естественно есть ваш номер эта программа без интернета не работает это есть из мобильника то вычислят по номеру а там имя фамилия если с компьютера да даже петрушка будет потому что вы за провайдером закреплены там фамилиями айпишник полетит только так друзья это я как кстати не только поэтому я еще как знающий человек говорит опыт был знаю про мне мне просто смешно ну там маг малая дитяку сидит кавказская кропоткин к сожалению ник почему-то поменять не могу почему-то можете поменять это все через настройки google делается то есть ты меняешь не в ютубе на своей почте именно ник и получается что именно google почта и получается что раз гугли меняется ник значит меняется и на youtube кавказская кропоткин кропоткин я относительно недавно был хотели в одном ночном клубе сделать прям на въезде можно сказать право если в город въезжаешь по прямой с правой стороны блин как он там называется там караоке клуб как бы и вот в нем хотели сан санычем концерт сделать на что-то не заладилось у него там заболел можно принципе в король кропоткин ну надо найти тогда что посмотреть такое что касается истории домов там тоже хватает таких старинных суша покажи-ка напоследок беси на пошли так напоследок 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 я скажу здесь будет выводиться история перекова переписки в огне не то евгений а все понял ты же не можешь мне свою переписку таски да нет если я просто думал что это из группы тогда все было бы как надо ладно тогда сделаем по-другому и межбекской надо слышал кстати крепость вот и межбекской давай мы сейчас наберем пока евгений у нас пытается скинуть то что то что он пытается скинуть кстати вот эту как тебе сказать хрень я сохраню да все у тебя хрени невиданные обязательства ранее ну слушай про нотр-дам ничего себе я я прислал да а вот и что давай давай так сделаем я сейчас все таки откроете межбекскую обезьян быстренько так как это алексей васильев спасибо он присылает очень много материала смотри и на монитор помог кстати тоже кстати ты берешь или купил уже какой еще не набрано друзья кому не лень помогите на монитор это замок это не то это беларусь так с гимн и железе станицы по моему нас станется да давай набирай а 0 и про закупаны машины межбекская но кстати да интересно было бы что-то обрезанную ты да да это осталось это был замок и осталось только вот одна вот это как ее колокольна называют но тоже явно не колокольна значит как-то смотри здесь арочная фигня была да тут туда огромный замок тут было много чего я правильно да вроде бы показываю картинки до вокзал обрыва в кавказской крепости межбекской но в как бы вот так диана тут подожди это не то они важны покажут как раз нижний час нет этот это то смотри вот она продолжается весь арки бы до арки были тут вообще громадное здание было мало того я вам больше скажу почти в каждом рядом с каждым городом практически в каждом селе но вот вот я думаю кто захочет на моем главном канале на глобальном вопросе посмотрит там есть видео о да как же она чем лыгская называется там более ста лет короче мельница которая находится вообще обалденное здание если так входы в окна так что все ништяк и башенка такая которая якобы силосная была на самом деле укопанная закопана но там там вообще интересно то это на секунду это станица тоже чем лыгской и такие здания имеются колокольня я так и знал что и колокольни назовут понимать ну это ясно что это не колокольная так все это видно что это грандиозный шум жарит вокруг вокруг круга да или как вокруг солнце колокол сейчас кол кока колокол да то есть это кол это колу это солнце то есть круг кола это и около то есть возле как раньше прихожая называлась вокруг кола не коридор как у нас сейчас называют а колидор коле около двери door действительно это не импортное слово не английская не все так просто с нашим языком до ор тоже кола открываем звук звук мира нашего проникает кол о ком амишбекская кто-то написал смотри не на сушка это конечно то вот это конечно же реально перебор потому что здесь было что-то другое и сверху по стандартам тут мама не горю что было смотри тут заделали ну короче вот так вот такое вот интересное историю заделали так что еще раз осмелись попросить кому это все не безразлично кому это интересно и кто в состоянии помог помогите моему каналу на поездке на тот же гсм как говорится заправлять же тоже как-то надо с удовольствием все сниму я опять же говорю я снимал вот эти вот долгое время уже наверно на протяжении года получается эти мосты потом несколько звезд получается снял также как и у нас звезда есть вот рядом с городом я вам показывал ее до на форштадте я это все скоро соберу в одну кучу как говорится и мы придем к единому результату и сделаем как говорится выводы просто я как-то рассчитывал немножко быстрее продвигаться в эту сторону то есть тут есть еще много их сколько крепостей штук 12 или 13 нашем крае так что там и ездить и ездить только но опять же все упирается в дорогу в бензин до картины кстати классные прикольные о смотри как смывает города да вот откуда он вот слушай он вообще какого века давай угодно что то он вообще такой сами будем теперь знать 1800 какие-то года 19 получается ну что 1807 году переехал лондон ну нормально такое себя да получается получается все он знал то что здесь он изображает все это он знал насчет того видел или нет и может его из живых тогда не осталось бы но но то что знал как вообще это изобразить да если ты не видишь тоже смотри прикол пир валтасара написано да а у нас так подожди юбер робер да по моему нарисовал тайную вечерю тоже издание довольно таки похоже я не везде везде они античные везде что-то мне подсказывает что это тоже якобы тайная вечеря типа смотри как все только вот черное одеяние нет наталья вечерю это мало похоже да кто знает если с этого ракурса нарисовать то может и будет похоже тут стоит там сидит как раз таки здесь персонажа немножко не те но вот то что он все вот это избе да вот это что за так от ровины там хотя же деревца куцей какие смотрю там световая так как было где такие лучи дальше то показал где вот это что такое это что-то библейская 10 казни египетских он смотри как ну понятно и и все античное все так такого этого гиган египет же тоже античный был ну что что то что какое шартов смотри древнегреческая мифология вот вам и марта логия тоже логика наверно логическое что-то на классно рисунки красивые а тут подземный как бы мир да или как земной мир как разрывы здесь надо что-то как то есть пещерки пещерные люди вот так вот живут наверно да не в таких пещерах из бывших каких-нибудь а по поводу того где люди спасались ребят целая куча в горах пещер огромных пещер и хочешь спастись спастись можно каменные города и все подземные скалы до скальные города сейчас кстати они тоже как достопримечательности все это было все это есть а многие из них вообще сверху залиты как от расплавленным камнем наш такой счет у него как-то в мрачных тонах все нарисовано до куда идет король большой секрет смотри какие здания вообще обалдеть просто не встать вот вам и технологии были цунами прошлых недотек да да не это горы по по моему это горы нет ну там есть другие картины где цунами это даже горы как-то у него странно нарисованы конечно тут иногда здесь вернее часто здесь вот и города как будто они ну рукотворные как будто такие видны прямые углы какие-то ровной поверхности вырезаны вот вам опять пещера вот они где были пещеры то просто где-нибудь в арочных сооружениях разобрать по еще эти слова вот эта пещера до пещера до о животное так пальмочки смотри как прикольно он едят друг друга птеродактиль и так в восемнадцатом девятнадцатом веке расскажите пожалуйста откуда человек знал о птеродактиль когда еще но вот таких животных не было так нет ну там говорят рассказывать что археология была палеонтология была но типа все это было надо раскапывать то начали в конце девятнадцатого века тоже вопрос почему если уже было незачемные раскопные когда начались не блин классно нарисовано блин а вот это как часть фотографии вообще обалденно странные картины вот это тоже на фотографии похоже все такой дымки в тумане до речка горы смотри обработанный роторным экскаватором какое наше прошлое было блин если мы узнаем у нас наверно мозги свернуться у всех огненная река потому что многих вещей мы просто сейчас не понимаем вот пожар дома горят и причем как горят ты посмотри и молнии какие-то вокруг все хороший такой себе удар был так а илья здесь у нас здесь он просто скрылся за микрофоном я сплю уже так ну ладно блин а то мы мы действительно как самые типичные местные до прощаемся мы не уходим на этом я думаю все дорогие друзья с вами было негодное радио глобальный макар ну и цельнозор в лице ильи мамаева так что кто не подписан подписывайтесь на наши каналы евгений да да друзья подписывайтесь на канал и вот это видео про пушки кто не смотрел смотрите и обязательно переходите на видео которые на канале цельнозор потому что там очень ценные дополнения которых я не с не сказал свое видео которое кстати получил спасти полчаса очень много информации и впереди чеснок у меня тоже выйдет видео по поводу пушек так как там будет вся информация и от евгения макарова и от ильи мамаева в общем будет еще одно сборное видео но уже на моем канале ну тебя там тоже свои кит дополнение насколько будут конечно будет интереснейший причем вот да кстати мы знаем как эти пушки делали ну давай и скоро будет много вкусного освещение беспроводному электричество лампочкам внутри помещения который у а товарищи лампочка ильича фоева но можно с этого текста начать да 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 текст по статье в общем-то основанно на статье про владимир но озвучен я надеюсь будет глобальный вопрос мрамы надеюсь но почему надеюсь так и будет хорошо и ну и общий стрим о той же теме этих орудий да ну наверное будет потом потому что тема еще не устоялась в плане того что многие не посмотрели все а это очень надо это необходимо а вот твоя напоследок это все ну совсем напоследок да да спасибо алексею здрасте ольга николаевна зона пишет олег павличенко разбирает эти картины вот как да кстати если олег смотрит привет и одна из будочек телепортационных еще брось это туалет надо я шутка ну правда да вот а вот это обязательно на было представить на туалет ну-ка обязательно без этого но не как просто как как без вы горит распишитесь я не умею я крестик поставлены вот везде крестики поставили все носим заканчиваем теперь точно доброй почти утро еще слушай же не еще 40 минут и у нас три утра пока у нас два ночи а вот в 3 утра начинался ну в общем дональность тогда всем доброй ночи до новых видео друзья а тем кто смотрит нас уже с других часовых поясов я думаю что доброе утро всем остальным добром там нож и хватит баста фенита для комедия негодное радио глобальный макар всем пока